Девушки отдыхают Эта поразительная женщина дышала вдохновением, подлинная жизнь сквозила в каждом ее движении, а искрометный талант покорял всех. Она создала вместе с Фредериком Леметром спектакль «Тридцать лет» или «Жизнь игрока», где в роли супруги, которая присутствует при падении своего мужа, сумела гениально выразить горе матери и скорбное величие женщины. В этой роли, писал Банвиль, ей пригодилось все, и скорбное лицо, и губы, дышащие безумной страстью, и горящие от слез глаза, и трепещущее, содрогающееся тело, и бледные тонкие руки, иссушенные лихорадкой. И Жорж Санд. У нее все обращалось в страсть, материнство, искусство, дружба, преданность, негодование, вера. И так как она не умела и не желала ни умерять, ни сдерживать своих порывов, она жила в чудовищном напряжении, в постоянном возбуждении, превышающем человеческие силы. Да, Мари Дорваль сыграла бы Адель куда лучше, чем Мадемуазель Марс. И ее постоянный партнер, Фьер Бокаж, тоже сыграл бы Антони гораздо лучше, чем Фермен. Этот руанец, бывший чесальщик шерсти, пришедший в театр по призванию, играл с душой и темпераментом. У него были свои недостатки, слишком длинные руки, гнусавый голос. Его называли цепливым Фредериком. Ему посчастливилось встретить Дорваль, и она распознала в нем партнера, который сможет выгодно оттенить ее игру. Она видела его смешные стороны, считала его фатом и находила, что он глуповат, но при этом понимала, что для роли Антони он подходит гораздо больше, чем Фредерик, который постарается переключить все внимание на себя. Высокий рост, правильные черты лица, густые брови делали Бокажа мрачным красавцем, эдаким героем в духе Байрона. Лирической и суровой, страстной и угрюмой, то пылковлюбленный, то свирепый, то возвышенный, он был буквально создан для роли Антони. Дюма взял рукопись из комедии францесс и отнес ее Мари Дорваль. Она нисколько не походила на мадемуазель Марс, эту аристократическую селемяну. Очень простая, она приняла его с очаровательной естественностью и заговорила слегка нараспев, что придавало ее речи особую прелесть. «Ах, как мило с твоей стороны, мой добрый пес, что ты пришел. Вот уже полгода, как я тебя не видела. Что поделаешь, моя прелесть? Но за это время я успел сделать ребенка и революцию. Так-то ты меня целуешь». Примечание. Бель Крельсомер родила 5 марта 1831 года дочь. «Я не могу тебя поцеловать. Я снова стала благоразумной. А кто совершил эту революцию? Альфред де Виньи? Я от него без ума. Любовь единственное, что он делает естественно, но за это ему можно простить все остальное. Он обращается со мной, как с герцогиней. Он зовет меня мой ангел. Он говорит, что у меня вдохновенное тело. Браво! А я принес тебе роль и хочу тебе ее прочесть. Ты прочтешь ее для меня одной? Вот как? Значит, ты меня считаешь великой актрисой? В тот же вечер Дюма прочел Мари Дорваль Антони. Она плакала, восхищалась, благодарила. «Вот посмотришь, как я скажу, но она не закрывается, эта дверь. Можешь не беспокоиться. В твоих пьесах играть нетрудно, но они разрывают сердце. Ах, мой пес! Когда только ты успел узнать женщин? Ведь ты их знаешь наизусть». Она попросила его переделать пятый акт. Она нашла его слишком дряблым. Мадемуазель Марс сочла его слишком жестким. Ох уж эти актрисы. Дюма провел всю ночь в квартире Дорваль. К утру акт был переделан. В девять часов Мари радостно захлопала в ладоши и закричала. «Ах, как я произнесу! Я погибла, погибла! Подожди-ка, а потом моя дочь! Я хочу обнять мою дочь! И потом убей меня! И потом... Да любую реплику!» «Значит, ты довольна?» «Я думаю. А теперь надо послать за Бокажем, чтобы он позавтракал с нами и послушал пьесу». Бокаж принял пьесу так же восторженно, как Дорваль. Венни присутствовал на нескольких репетициях и заставил Дюма вымороть те места, где герой проповедует атеизм. 3 мая 1831 года Антони был готов к постановке в театре Порт-Сен-Мартен. Теперь мало кто знает, что в свое время премьера Антони наделала не меньше шуму, чем премьера Эрнани. Театр был набит. Особенно много было молодежи, писатели, художники и просто бобельщики. Там можно было увидеть диковинные и свирепые лица, закрученные кверху усики, бородки клинышком, спускающиеся на плечи кудри, невообразимые куртки, фраки с бархатными отворотами. Слегка смущаясь, выходили из карет разодетые женщины. Волосы их были убраны а-ля жираф, прически украшали высокие черепаховые гребни. Рукава платьев вздувались бочонками, из-под коротких юбок виднелись башмачки, зашнурованные, как катурны. Пьеса имела оглушительный успех. Дорваль ошеломила публику эмоциональностью и искренностью своей игры. Каждый ее крик потрясал правдивостью. Когда она, опускаясь в кресло, произнесла «Прелестное» в своей женской наивности и бессознательном страхе «Но я погибла, погибла», весь зал рыдал. В начале зрителей очень удивило, что Мари Дорваль играет светскую женщину. Казалось, ее хрепловатый голос гораздо больше подходил для мелодрамы из народной жизни. Но пьеса была так умело построена. Драматические ситуации так стремительно сменяли одна другую. Игра была такой реалистической, что после четвертого акта овации не смолкали до тех пор, пока не подняли занавес к пятому акту. Когда Бокаж, бросив кинжал к ногам разъяренного полковника, хладнокровно произнес «Она сопротивлялась мне, и я убил ее», в зале раздались крики ужаса. «Для исполнителей главных ролей это был вполне заслуженный триумф». Они оба, — писал Дюма, — достигли самых ослепительных высот искусства. Фредерик Леметр, а он знал толк в театре, всегда говорил, что четвертый акт Антони с Дорваль и Бокажем — самое прекрасное из всего, что он когда-либо видел. Дюма достаточно хорошо чувствовал театр, чтобы понять, как важно не позволить публике остыть. Он добился от рабочих сцены молниеносной смены декораций. В пятом акте Дорваль целиком завладевала вниманием зала. Она плакала, как плачут в жизни, настоящими слезами, кричала, как кричат в жизни, проклинала, как обычно проклинают женщины, рвала на себе волосы, разбрасывала цветы, мяла платье, подчас задирая его, без всякого уважения к традициям консерватории, почти до колен. Публика неистовствовала. В зале аплодировали, плакали, рыдали, кричали. Жгучая страсть пьесы воспламенила все сердца. Молодые женщины поголовно влюбились в Антони. Юноши готовы были всадить себя пулю в лоб ради Адель Дорве. «Эта пара великолепно воплотила современную любовь», — писал Готье. Следует, конечно, иметь в виду любовь, как ее понимали в 1830 году. Бокаж и мадам Дорваль буквально жили на сцене. Бокаж играл фатального мужчину, мадам Дорваль — женщину, прежде всего слабую. В те времена считали, что преданности, страсти и даже красоты недостаточно для того, чтобы быть совершенным любовником. Необходимо было обладать надменной гордостью, таинственностью на манер Геура и Лары. Словом, быть фатальным героем в байроническом духе. В любовнике должен был чувствоваться герой, жестоко обиженный судьбой и достойный лучшего жребия. Что касается Дорваль, то интонации ее, казалось, были продиктованы самой природой, а крики, рвавшиеся из глубины сердца, потрясали зал. Один ее жест, которым она развязывала ленты своей шляпки и кидала ее на кресло, заставлял зал содрогаться, словно перед ним разыгрывалась ужасная сцена. Какая правда была во всех ее движениях, позах, взглядах, когда она в изнеможении прислонялась к креслу, заламывала руки и поднимала к небу бледно-голубые глаза, полные слез. Можно себе представить, какое впечатление должна была произвести эта неистовая пьеса на пылкую публику и горячую молодежь того времени. Зрители накинулись на дюма. Каждый хотел выразить ему свой восторг. Его обнимали, целовали. Фанатики отрезали фал до его фрака, чтобы сохранить память об этом незабываемом вечере. Элегантные завсегдаты и премьер, обычно столь сдержанные, на этот раз потеряли головы. В 28 лет дюма становится самым почитаемым драматургом своего времени. Его ставят рядом с Виктором Дюго. Их теперь часто называют соперниками. И благодаря стараниям дурных друзей, их добрые отношения время от времени портятся, но всякий раз ненадолго, потому что оба они были людьми великодушными. Успех Антони был прочным и длительным. 130 спектаклей в Париже. Светские люди впервые пошли в театр Порт-Сен-Мартен. В провинции эта драма еще долго оставалась триумфом Дерваль, которая обожала пьесу и, играя в ней, старалась превзойти самое себя. Однажды в Руане невежественный помощник режиссера подал знак опустить занавес сразу после удара кинжалом, не дожидаясь финальной реплики Антони. Взбешенный бокаж покинул сцену, и заперсав своей уборной. Публика, которую лишили долгожданной и столь прославленной развязки, бушевала. Дерваль, хороший товарищ, приняла прежнюю позу в кресле. Бокаж отказался вернуться на сцену. Публика кричала «Бокаж! Дорваль!» и угрожал разнести театр. Помощник режиссера, насмерть перепуганный взрывом негодования, поднял занавес в надежде, что Бокаж сдастся. Зал затаил дыхание. Мэри Дерваль почувствовала, что надо действовать. И вот покойница поднимается, встает и подходит к рамке. «Господа», — сказала она, — «я сопротивлялась ему». И он меня убил. Затем сделала изящный реверанс и вышла под гром аплодисментов. Таков театр. Чтобы понять, каким событием в театральной жизни был Антони, достаточно прочесть статью Альфреда де Виньи в «Ревюл де Дюмонт». Строгий и серьезный поэт пытался доказать, что это талантливое и живое произведение никак не посягает на мораль. Всем, конечно, известно, что Виньи был любовником Мари Дерваль, и что иногда статьи пишутся из любезности. Но эта статья звучит вполне искренне. «Меня нисколько не огорчает», — пишет он, «что мелодрама вновь завалевала себе место в литературном мире, и что на сей раз она проникла туда через салон 1831 года». Во всяком случае, драма имеет невиданный успех. Каждый спектакль напоминает вернисаж, но не одного, а по меньшей мере двадцати салонов. Во всех ложах завязываются любопытные споры о том, какова природа любви. Споры перекидываются из ложи в ложу. Спорят молодые женщины и мужчины, иногда даже незнакомые. По всему залу, то здесь, то там, ведутся приглушенные разговоры о проблеме рыцарства, о великой вечной проблеме, проблеме верности в любви. Уступит ли спорщица своему собеседнику? Уступит ли он ей? Оба они в конечном счете не избегнут влияния Антони. О великое искусство сцены! Если ты впрямь совершенствуешь нравы, на этот раз не смех выбрала ты своим оружием. Нет, на спектакле не смеются и мало плачут, но страдают по-настоящему. Виньи, видимо, признает, что Антони – прекрасное произведение. Однако имеет ли оно социальное значение? Я отнюдь не допускаю, – продолжает Виньи, – что автору можно приписать намерение, как это пытались сделать некоторые, подорвать обычаи вступать в брак и привить обычаи убивать тех женщин, чьи мужья живут с ними под одной крышей. Это было бы слишком мрачно, и господин Дюмани, сомненно, не желает ничего подобного. У него выработалась своя манера – сначала придумать развязку, а затем уже, отталкиваясь от нее, строить всю пьесу. Отличная манера, которая вполне удовлетворяет нашу жажду сильных ощущений, да и потом разве успех сам по себе не является уже достаточным оправданием? Нужно принимать человека таким, каков он есть, и судить его по тому, каковы его намерения. Это шпилька. Виньи, неприступному как скала, не нравились и не могли нравиться патетические излияния Дюма. Но дело касалось также Мари Дурваль, и когда речь заходит о ней, Виньи становился лиричным. Госпожа Дерве – меланхолическая женщина, милая и добрая, во всем покорная мужу. Она очень любит свою маленькую дочку, но любит также и наряды, и розовые платья, и красивые шляпки, и цветы. Однако она никогда не забывает о том, что ее любил Антони. Стоит ему появиться вновь, и она погибнет. От него она приемлет все – бесчестие, падение и смерть. Приемлет без упрека, восклицая лишь «но я погибла, погибла». Наивные слова, которые Адель и Спорт Сен-Мартен произносят с таким удивленным отчаянием, что ужас пронизывает сердца зрителей, ибо они понимают, все эти три опьяняющих и самозабвенных месяца она была настолько глуха ко всему окружающему, что впервые очнулась лишь теперь, очутившись на краю пропасти, и лишь теперь поняла, что ей угрожает. В конце статьи Винья описывает женщин очень молодых, очень красивых и очень нарядных, которые бросают свои букеты госпоже Дарваль. Перегнувшись через барьер ложь и улыбаясь сквозь слезы, они простирают к ней руки, словно желая обнять и спрятать под свое крыло поверженную у них ног сестру. Александр Дюма в этот вечер вписал не только новую страницу в историю сердца, но и новую страницу в историю театра, потому что его триумф заставил Гюго доверить театру Порт-Сен-Мартен Марион де Норм, а Виньи написать Маршальшу Данкер для Мари Дарваль, первой трагической актрисы своего времени. Так во второй раз в жизни Дюма выступил как человек, прокладывающий новые пути. Глава пятая Тысяча три победы Триумф Антони вернул Дюма непоколебимую уверенность в себе. Он очень нравился. Тонкий и стройный, как Денди, он приближался к тридцати годам. Взъерошенная шевелюра, голубые глаза, сияющие, как две капли света, маленькие черные усики придавали ему своеобразное очарование. Успех у женщин окружал его особым ореолом. Любовь к Мелани Вальдор не пережила Антони. Когда автор превращает женщину в героиню своего произведения, она для него умирает. Да и потом сама Мелани ревнивая, анемичная, с недаемой жаждой литературной славы, всецело поглощенная своей репутацией, стала совершенно несносной. Тип Дон Жуана имеет множество разновидностей. Дон Жуан жестокий и циничный, мстит всем женщинам за то, что его отвергла одна из них, за то, что его произвели на свет или за свое собственное уродство. Дон Жуан сатанинский не столько стремится внушить любовь, сколько попрать в все законы божеские и человеческие. Дон Жуан разочарованный ищет совершенную любовь, не находит ее и с грустью продолжает свои поиски. Дон Жуан, добродушный сладострастник, берет женщин лишь потому, что хочет их, точно так же, как он собирал бы плоды, если б был голоден. В нем нет ничего сатанинского, он не мстителен, ему бы очень не хотелось огорчать ни одной из своих любовниц. Он старается сохранять их всех одновременно, что очень великодушно с его стороны, но утомительно. И так как все они ревнивы, ему приходится лгать всем, что неизбежно приводит его в круг ада, уготованный для лжецов, то есть в круг опасности. Таким донжуаном был Дюма. Строго говоря, он не порывал с Мелани Вальдор, но все символические герани, расцветавшие в окнах их сердец, давно увяли. В октябре 1830 года по возвращении из Жари он все еще обещал ей ребенка. «Да, мой ангел», писал он, «Я мечтаю о нашем Антони». Дитя любви они собирались назвать в честь дитяти вдохновения. Дюма клялся расстаться с Бель Крельсомер. К тому же я не думаю, что она способна на глубокую любовь. И потом уверенность в том, что я позабочусь о ее театральной карьере, утешит ее во всем. Слова слова. Вернувшись в Париж, Мелани Вальдор обнаружила, что Дюма не только не расстался с Бель Крельсомер по сцене мадемуазель Мелани, но что она живет неподалеку от него и что он проводит с ней все вечера. Мадам Вальдор пришла пагубная мысль отправиться в один прекрасный день к сопернице и устроить ей чудовищный скандал. Взбешенная Дюма попыталась было порвать с ней. Мелани первая чувствуя, что ее карта бита сделала последнюю ставку на отчаяние. Мелани Вальдор Александру Дюма Я пишу вам эти строки ночью. Лихорадка не дает мне спать. Я буду вспоминать лишь Алекса любящего и благородного который скорее бы почел себя виновным чем заподозрил меня. О, тот Алекс был моей радостью моей гордостью моим богом моим кумиром. Да, я убила его это так но убила потому что любила слишком сильно. Так обезьяны убивают своих детенышей сжимая их слишком сильно в объятиях. Умоляю вас Алекс дайте мне возможность считать вас лучшим и благороднейшим из людей. Не допустите чтобы любовь моя обратилась в стыд и раскаяние. Пусть я найду у вас оправдание моих безумств моих ошибок и не только ошибок. Будьте добры и великодушны. Отбросьте ненужную гордыню которая не позволяет вам выслушать и слово упрека и будьте снисходительнее ко мне. Ибо от кого о господи могу я ждать жалости и снисхождения как не от вас. И еще я не знаю наверное но опасаюсь что если вы будете присутствовать при моей кончине ваши уста вместо того чтобы покрыть меня поцелуями произнесут горькие слова упрека и слова эти лишат меня покоя и там. Жальтесь на коленях прошу вас о милосердии иначе вы не человек. Здесь на сцену выступает третье действующее лицо которое будет играть по отношению к Мелане Вальдор и Дюма ту же роль что доктор Ренё по отношению к Жорж Санд и Юлю Сандо. Лицо это доктор Валеран врач на перстник поссорившихся влюблённых становится одной из традиционных масок романтической драмы. Завещание Мелане Вальдор доктору Валерану Понедельник 22 2 числа 11 часов утра Я хочу получить от него до того как он покинет меня мои письма чтобы их перечитывать и мой портрет нашу цепочку и наш перстень его часы которые я у него куплю его бронзовую медаль молитву озеро ревность кольца сплетённые из волос бедного Жака его печатку и если я умру я хочу чтобы всё за исключением портрета погребли вместе со мной на кладбище Юри рядом с могилой Жака я хочу чтобы на моей могиле установили простую плиту белого мрамора на которой сверху был бы высечен день моей смерти и моей годы ниже либо ты либо смерть и по углам плиты 4 даты 12 сентября 1827 года день объяснения в любви 23 сентября 1827 года день моего падения 18 сентября 1830 года день отъезда Дюма из жари и 22 ноября 1830 года день предполагаемого самоубийства Мелани эти четыре дня и только они решили мою участь и мою жизнь я хочу так же чтобы моя мать пока она жива ухаживала за геранию посаженной на моей могиле я прошу мою дочь когда она станет большой заменить свою бабушку я хочу чтобы меня не обрежали в саван а надели бы голубое платье и желтый шарф шею пусть обовьют нашей черной цепочкой я хочу чтобы его часы и наш перстень положили мне на сердце вместе с нашей сломанной геранию в ногах пусть положат его стихи и нашу переписку мой портрет я оставляю матери мои волосы ему если он когда-нибудь выразит желание их иметь а также рисунки Буланже и Жоанно Лауле мыл цепочкой браслеты Анетти кольца моей дочери Сердолики альбом ему если он захочет его взять Мелани Вальдор было суждено на 41 год пережить и это романтическое завещание и роковой разрыв В театре Порт Сен-Мартен вовсю шли репетиции Антони а она умоляла доктора Валерана повидать Дюма Милый и добрый доктор я так и страдалась что должна написать вам потому что вы по крайней мере сочувствуете моим страданиям увидите ли вы его сегодня умоляю вас постарайтесь повидаться с ним если он не дома значит он в Порт Сен-Мартен пошлите ему свою карточку и он вас примет умоляю вас повидайтесь с ним пусть я хотя бы увижу человека который видел его увы напрасно я ждала его вчера и позавчера он обещал мне прийти и я положилась на его честь поскольку не могла положиться на его любовь но раз он не пришел после того потрясения которое вернуло мне его таким каким я всегда его знала лучшим из людей разве этим он не признался окончательно что бросил меня и что лишь боязнь моей смерти привела его ко мне боже милостивый к чему я не умерла но это не заставит себя ждать я все еще тешусь и обманываюсь мыслью что он меня любит хоть и знаю что это безумие ему любить меня боже милостивый человек который может любить госпожу крельсона крельсона никогда не любил меня вы еще плохо знаете ее эту госпожу крельсона но когда-нибудь вы ее узнаете и он тоже узнает не верить госпожа крельсона больше чем мне жертвовать моей жизнью ради поцелуев без любви поцелуев которые она готова продать тому кто за них дороже заплатит как только она потеряет надежду выйти за него замуж о господи почему он не спрятался где-нибудь у нее в тот проклятый день когда я настолько потеряла голову что забыв о чести и достоинстве пошла к ней о если бы только он слышал тогда что говорила она и что я Мелани Вальдор Александру Дюма 10 декабря 1830 года и вдали от тебя я думаю только о тебе и чувствую что жизнь уходит от меня с каждым днем поверь я ни в чем тебя не упрекаю ты любишь меня только меня но твоя бесхарактерность убивает меня а я боюсь умереть временами я так плохо себя чувствую о воображаю что станет с тобою когда ты не сможешь уже воскресить меня и искупить свои ошибки силой любви когда я не смогу уже не простить не благословить тебя о Алекс хотя бы из жалости к себе прими сейчас решение которое тебе все равно придется принять позже выбери одну из нас есть в этой двойной интриге нечто ужасное и не тебе с твоей редкой душой мириться с этим ты страдаешь ты разочарован во всем в 27 лет твоя жизнь испорчена и ты готовишь себе будущее которое всецело противоречит твоим наклонностям и твоим представлениям о счастье я сама толкнула тебя на это но ты еще можешь вернуться ко мне доверься мне я буду для тебя всем чем ты пожелаешь я ни в чем не буду стеснять твоей свободы ты будешь дарить мне лишь то что повелит тебе твое сердце ты никогда не услышишь от меня ни слова упрека ты не будешь знать ни ссор ни капризов и будешь счастлив но Алекс о мой Алекс Меланис Серже не должна стоять между нами она преследует меня как призрак она отравляет мой покой мои надежды она убивает меня а ты не замечаешь этого неужели у тебя не хватит сил порвать с ней когда на карту поставлена моя жизнь Бель Кельсенер ждала ребенка от Дюма Мелани об этом знала напиши ей умоляю тебе напиши ей мой Алекс и непременно покажи это письмо мне обещай ей деньги внимание свое покровительство уважение дружбу все кроме любви твоей и ласк они принадлежат мне мне одной или же Мелани Сарже ей одной но если так тогда прощай мой Алекс прощай навсегда живая буду или мертва мы разлучимся навеки и еще письмо ах эти бесконечные визиты мне рассказывают о ней о том что она вот-вот разрешится от бремени о господи куда бежать куда скрыться от этого и еще она играла в Генрихе третьим и была отвратительно но ведь ты видел ее игру и ты все еще любишь ее ты говорил мне что она перестанет тебе нравиться с того самого момента как ты увидишь ее на сцене о как ты жесток какой позор моя любовь к тебе и как я презираю себя но Меланиса же уже не молода ты говоришь она далеко не молода и не очень красива чтобы успокоить меня но какое все это может иметь значение если ты находишь ее молодой и красивой если ради нее ты губишь меня убивай меня я буду тебе только благодарна потому что я совсем потеряла голову прощай прощай будь счастлив с ней 5 марта 1831 года Мелани вторая произвела на свет девочку которую назвали Мари Александрина так как у Бель Крельсамер остался от предыдущей мимолетной связи на руках сын которому теперь было 6 лет дальновидная мать потребовала чтобы Дюма официально признала их дочь и добилась своего через 48 часов после рождения ребенка все необходимые формальности были выполнены автор Антони выступивший в защиту незаконно рожденных детей не мог отказаться дать имя собственным детям Дюма был добр но беспечен вот уже 7 лет как он забывал признать своего сына Александра теперь он захотел быть справедливым Александр Дюма нотариусу Жану Батисту Моро Сударь я прошу вас оформить необходимые документы позволяющие мне признать моим ребенка зарегистрированного 27 июля 1824 года в мэрии на итальянской площади под именем Александр мать мадам Лобе отец неизвестен я хочу провести усыновление так чтобы об этом не узнала мать полагаю что это возможно мое полное имя Александр Дюма Давид Дэля Пэй 3 Университетская улица 25 Дэля это не терпит отлагательства я боюсь что у меня отнимут ребенка к которому я очень привязан соблаговолите рассказать лицу передавшему вам это письмо какие дальнейшие шаги надлежит предпринять я полагаю что понадобится свидетельство о рождении если так его вам принесет это же лицо прошу вас суды принять мое уверение в глубочайшем почтении Александр Дюма Когда в мае 1831 года состоялась премьера Антони Мелани Вальдор прообраз Адели Дерве и она это знала получила от автора билеты в ложу Бенуара со следующей запиской Посылаю вам мой друг семь билетов Не смог занести их лично так как должен был присутствовать на одном важном государственном совещании Я постараюсь зайти к вам в ложу Ваш друг А Де Были все основания опасаться что Антони лишь усугубит ярость покинутой женщины Весь Париж сразу же узнал Адель Дерве Сходство было слишком очевидным Муж офицер единственная дочь характерные детали туалета любимые словечки Мелани публично скомпрометированная обвиняла Дюма в том что он вывел ее в пьесе Вскоре жаловалась она и мой добродетельный отец и моя подрастающая дочь будут видеть в госпоже Вальдор лишь героиню Антони А когда оказалось что роль Адели будет исполнять не мадемуазель Марс а Мари Дерваль Мелани вовсе рассверепела увидев что ее играет соперница И еще одно усугубляющее обстоятельство Другая соперница Бель Крэльсамер исполнила небольшую роль мадам Декан под оскорбительным псевдонимом мадемуазель Мелани и весь театр говорил о маленькой Мари Александрине дочери актрисы и автора Когда пьеса была опубликована госпожа Вальдор сочла что ей нанесено новое оскорбление вместо предисловия книги было предпослано в виде посвящения понятного лишь ей одной стихотворение написанное два года тому назад в те времена когда Дюма ее любил и ревновал к безобидному капитану Вальдору В минуты нежности восторженной и зыбкой ты говорила мне с трудом скрывая страх скажи мне почему горька твоя улыбка и слезы почему в глазах знать хочешь почему среди восторгов страсти я мучу с ревностью я позабыл о том что счастлив в этот миг мне сердце рвет на части мысль о грядущем и былом и даже поцелуй приносит мне страдания пусть пылок он но мне напомнил этот пыл что первые твои восторги и желания не я зажег и пробудил затем Мелани Вальдор смирилась пережив разочарование в любви она не перестала заниматься литературой у нее был салон Дюма прославленный автор Антони был бы незаменимым его украшением вы придете не правда ли будет Гюго мы проведем вечер в интимной болтовне вы доставите мне такую радость она просила поддержать ее во мнении критики мне очень важно чтобы о моих стихах заговорили в обществе в соответствии с лучшими традициями она предлагала ему дружбу любовь которой больше нет превратилась в некий культ прошлого похвалы в ваш адрес снова возвращают мне вас тогда мне кажется будто я снова завоевала вас и вы вновь стали моим ах все что у вас есть доброго и хорошего связало наши души нерасторжимыми узами отныне я буду жить не для себя если я буду знать что вы счастливы любимы и почитаемы вы возродите меня к новой жизни прощайте друг мой брат мой прощайте обе женщины Мелани первая и Мелани вторая продолжали еще некоторое время писать друг другу оскорбительные письма поэтесса обвиняла актрису в том что она перехватывает ее письма к Дюма и пересылает их капитану Вальдору чтобы повредить ей Дюма добился возвращения украденных писем и лояльно передал их своей корреспондентке последняя требовала от него и других услуг несколько необычного свойства я предпринимаю в настоящее время кое-какие меры к тому чтобы перевести Вальдора в Париж если вы можете мне в этом помочь буду вам весьма признательна последнее письмо Мелани Вальдор было столь же путанным сколь бесконечно длинным Александр друг мой несмотря на все твои недостатки ты лучше большинства мужчин я сравниваю тебя с ними и больше не краснею при мысли о том что любила тебя извинением тебе служит твой возраст и африканский темперамент когда ты меня любил ты был еще молод и чист душой ты не готовил хладнокровно мое падение ты не прибегал к хитростям и уловкам чтобы погубить меня любовь твоя была безыскусна и чужда расчетливости она извинялась за то что плохо приняла тайное посвящение к Антони мне мой друг дал ей плохой совет о прости мне мои письма прости все что я писала об Антони и о стихах все это было написано под его диктовку он хотел чтобы я возвратила тебе Антони и книги Байрона у меня на это не достало смелости теперь я понимаю как жестоко я ошибалась поверив тому что было продиктовано его ненавистью к тебе он представлял мне все в ложном свете да твои стихи были посвящением понятным лишь нам одним то что он отбросил их с гневом и пренебрежением не было еще достаточным основанием чтобы и я вменила их тебе в вину за эти строки написанные тобой я должна была быть тебе благодарна он отравил мне все расскажи мне о твоих драмах ты доволен ими надеюсь да суждение публики было для тебя очень благоприятным даже среди друзей Виктора все открыто отдавали предпочтение Антони между тем в Марион есть поистине великолепные места а четвертый акт просто прекрасен о работай тебя ждет огромное будущее большая слава и будь счастлив пусть хоть один из нас по крайней мере возьмет от жизни все что в ней есть лучшего дель крыльсомер которая всегда была на страже перехватила и это письмо доктора валерана срочно отправили к дюма с запиской я прошу господина дюма когда он мне вернет мои четыре письма а после того что он мне написал я уверена он мне в этом не откажет я прошу его ни в коей мере не считать себя со мной связанным и больше не интересоваться мной дюма поймал ее на слое и стал открыто жить с мелани сарже но он нередко встречал мелани первую общих друзей видел он ее и в арсенале в нудье где она в чудовищном красном платье танцевала голуб со своим супругом пока играли в жмурки и жгуты дюма издалека разглядел ее как следует нашел некрасивый и удивлялся тому как он мог ее любить и все же ей он был обязан Антони горе горе мне я всемогущим небом заброшен в этот мир где для всех чужой он все еще продолжал писать такие стихи в духе Байрона хотя под маской Антони этот добродушный бунтарь весело нес тройное бремя жить на свете быть мужчиной да еще мужчиной которого непрестанно атакуют женщины больше всего ему хотелось чтобы между фуриями целого согласия Мелани Вальдор вышла из игры но Катрина Лабе и Бель Крельсенер с тех пор как она стала жить по-супружески с отцом своей дочери она велела именовать себя Мадам Дюма беспрестанно ссорились из-за маленького Александра ребенок от этого страдал иногда превосходный но чувственный и легкомысленный человек может причинить много зла сам того не желая и даже о том не подозревая Дюма казалось вполне естественным то и дело менять любовниц но при этом он искренне желал чтобы брошенные им женщины были счастливы когда его непостоянство приводило их в отчаяние он старался задобрить их подарками сын Катрины Лабе на всю жизнь запомнил день когда отец которому его плач мешал работать схватил его и бросил со всего размаха на постель перепуганная мать устроила Дюма сцену на следующий день Дюма вернулся с покаянным видом и принес в знак примирения Дыню и сколько еще таких искупительных Дынь приходилось ему приносить за свою жизнь хотя он был очень добр и никогда никого не хотел обидеть в 1830 году как только ему удалось заработать немного денег он поселил Катрину и ее сына в небольшом домике в Пасси время от времени он наезжал туда одетые в форму артиллериста национальной гвардии подышать деревенским воздухом когда мальчик заболевал или попадал в беду мать кидалась разыскивать Дюма в Лууде где он стоял на подстул однажды когда врач велел поставить мальчику пиявки малыш оказал отчаянное сопротивление отец поклялся что ему не будет больно ну ладно сказал маленький Александр тогда поставишь себе и Дюма немедля приложил две пиявки к ладони левой руки отец очень старался завоевать любовь сына но ребенок естественно предпочитал ему ту которая воспитала его Катрина была женщиной простой прямой честной работящей преданной и порядочной во всех своих побуждениях несомненно что именно от барабанской белошвейки Дюма сын унаследовал здравый смысл и здоровую мораль которые будут уравновешивать в его характере буйное воображение полкость и тщеславие доставшиеся ему от предков по отцовской линии позже он с нежностью будет описывать их скромную безукоризненно чистую квартирку и мастерскую где мать распределяла между работницами изделия скроенные ее руками акт об усыновлении от 17 марта 1831 года облекавший родительскими правами автора Антони ознаменовал начало ожесточенной войны между Катриной Лабе и ее бывшим любовником подстрекаемый Бель Крельсенер которая обвиняла Катрину в вульгарности невежестве и утверждала что та недостойно воспитывать сына Дюма отец потребовал чтобы ему отдали ребенка мать подала на него в суд и проиграла процесс защита могла бы выиграть дело если бы Катрина позаботилась объявить в день родов о своем намерении усыновить незаконно рожденного по форме предписываемой французскими законами не имея на этот счет специальных указаний врачи кушеры два соседа один портной другой зубной врач отправились в мэрию где зарегистрировали рождение младенца Александра родившегося 27 числа текущего месяца в 6 часов вечера в квартире своей матери незаконно рожденного ребенка мадемуазель Катрины Лябе тогда каким следовало после слова незаконно рожденного приписать но усыновленного в 1831 году Катрина в свою очередь забрала ребенка у отца и официально усыновила его 21 апреля слишком поздно отец имел право первенства тщательно Катрина Лябе пыталась бороться то пряча любимого сына под кроватью то заставляя его выскакивать в окно в конце концов суд отдал приказ полицейскому комиссару забрать у матери 7-летнего Александра Дюма сына и поместить его в пансион нетрудно представить какое смятение внесла в душу ребенка долгая борьба между родителями он хотел бы уважать обоих но все же ему пришлось сделать выбор и он встал на сторону матери она призывала его быть свидетелем того как плохо заботится о них отец он и сам видел что мать ведет безупречную жизнь тогда как отец сожительствует с чужой женщиной он начинал смутно понимать что его мать в чем-то серьезно обидели что она жертва несправедливости дети никогда не говорят о том что у них на сердце свое тщательно скрываемое горе они выдают лишь припадками гнева которые нам кажутся беспричинными в 42 года Дюма сын признается своему другу что он так никогда и не простил отца когда маленького Александра заставили жить под одной крышей с любовницей отца он стал настоящим бунтарем госпожа крольца мэр пытавшаяся приручиться сводного брата своей дочки натолкнулась на жестокое сопротивление она писала Дюма мой друг ты знаешь как я люблю твоего сына знаешь что я с ним не только не строга а наоборот очень снисходительно так вот мой друг я должна тебе сказать что ты не сможешь воспитать его дома в самой основе его воспитания есть нечто порочное и это необходимо исправить как можно скорее он несомненно очень бы к тебе привязался если бы ты мог постоянно им заниматься но сколько времени ты можешь ему уделить самое больше часа два в день твое отсутствие никто не может с ним сладить даже причесать его не удается не помогают ни просьбы ни угрозы он не хочет учиться читать и писать и предается шалостям с таким буйством что я зачастую вынуждена его бронить но самое худшее корень всего зла в том что ему разрешают видеться с матерью по воскресеньям и четвергам после свидания с ней он возвращается еще более своенравным капризным и угрюмым чем обычно я твердо убеждена в том что мать настраивает его против нас и даже против тебя он больше не справляется о тебе как бывало в первые дни он думает лишь об одном о матери все остальные для него ничего не значит во вторник он вернулся домой в 3 часа и что ж ты думаешь завтра он снова идет к ней она сама придет за ним и он наверное останется у нее ночевать и проведет гораздо больше времени с ней чем без нее вот в чем корень зла и день это дня все это будет лишь ухудшаться сегодня Адель водила его гулять он устроил скандал требуя чтобы она вела его к матери вернулся весь в слезах разозлившись от того что его желания не исполнили чем больше он ее видит тем больше ему хочется ее видеть и тем больше он отчуждается от тебя и твердость которую ты было проявил не принесет из-за этого никаких плодов ты ставишь между собой и сыном женщину которая все свои силы направляет на то чтобы вытеснить тебя из его сердца и придет время когда ребенок исполненный любви к матери скажет тебе ты разлучил меня с матерью ты был жесток к ней вот чему его будут учить я глубоко убеждена в своей правоте мой ангел и будь я твоей женой а этот ребенок к нашим сынам я сказала бы то же самое твой мальчик во многих вещах обладает сообразительностью десятилетнего но он всегда будет верить матери во всем и скорее чем тебе если ты хочешь предотвратить это нельзя терять времени ты и сам потом будешь радоваться тому что разлучил его по крайней мере на некоторое время с матерью было бы очень хорошо если бы ты написал ей об этом целуй тебя тысячекратно мой ангел и не забудь порвать это письмо Дюма к которому быстро наскучила эта борьба решил снова поместить сына в пансион сначала суд департамента Сены выбрал заведение Вотье находившееся на улице Монтань Сент-Женевьев Дюма сын описал в деле Климансо последний день который он провел с матерью серебряный бокал и прибор который купила ему бедная женщина узелок с вещами которые она ему приготовила каждая из этих вещей говорила о деньгах заработанных в поте лица о работе продолжавшейся далеко за полночь а иногда и до зари Сознает ли человек который делает матерью бедную девушку и заставляет ее содержать ребенка на свои заработки Сознает ли он всю меру своей вины Привыкший к нежной материнской опеке мальчик глубоко страдал от жестоких нравов мужской школы к которым никак не мог привыкнуть Глава шестая Париж в 1831 году Париж не устраивала революция остановившаяся на полпути как и Дюма столица дула с на режим Каждый вечер около театров Жимнас и Амбигю мальчишки швыряли камнями в полицейских Театральная публика продолжала волноваться Между корифеями романтизма не было прежнего единства Ле Мартин пустился в политику Сен-Де Бев и Гюго не разговаривали друг с другом В 1830 году Гюго Виньи и Дюма образовали триумвират драматургов Но триумвираты всегда недолговечны Как-то Гюго сказал с негодованием Дюма Веришь ли но этот журналист утверждает будто Виньи первым создал историческую драму Вот дурак ответил Дюма Ведь все знают что это сделал я Триумф Антони положил начало расколу среди молодых людей которые до сих пор сражались под общим знаменем Вместе пробивали брешь Генрихом Третьим и шли на приступ Сарнани Теперь они разделились на две группы сторонников господина Виктора Гюго и сторонников господина Александра Дюма Они больше не шли все как один на врага а по временам и сами постреливали друг в друга Отношения Дюма с братьями писателями несмотря на его неиссякаемое добродушие становились все более и более натянутыми Многие завидовали его стремительному возвышению Некоторые а их было немало поговаривали что он не заслужил такого успеха Его сельбюри и тигр скорее раздражали публику чем забавляли ее Примечание тигр грун маленького роста Маленький рыжий Сент-Беуф критик с тонким и требовательным вкусом презрительно говорил Дюма да это так же легковесно как завтрак вечного холостяка Христина второсортная пьеса настолько ниже Арнани насколько и суп ниже кедра суждение тем более суровое что Сент-Беу не нравился и Арнани однако брешь пробел Дюма и Антони что бы там ни говорили ничем не был обязан Арнани Дюма рычал завтрак вечного холостяка предоставьте мне заниматься стрепней и тогда мы посмотрим кто кого сам Юго был по-прежнему дружелюбен и учтив с Дюма он считался теперь главой романтической школы любое предисловие Виктора Юго молодежь принимала как приказ генерала армии Юго хотел быть мыслителем Дюма довольствовался ролью развлекателя и хотел зарабатывать побольше денег как добавили бы его недоброжелатели он и правда в них нуждался но только для того чтобы раздавать их направо и налево расточать и мотать а вовсе не для того чтобы копить Юго великий поэт вел жизнь бережливого буржуа Дюма расточительного и беспутного представителя богемы и по вечерам и по вечерам в театре Юго гораздо бдительнее чем Дюма следил за сборами Виктор ужасен со своими постоянными заботами о сборах писал Фонтане в дневнике но зато Юго получал царские доходы Дюма отдал бы год жизни за каждый из этих великолепных актов но тем не менее я испытываю Юго только восхищение живейшую дружбу и не крупицы зависти и он был вполне искренен настолько искренен что прочитав Марион Деорм захотел переписать свою новую пьесу в стихах Карл VII у своих воссталов розой однако актеры отговорили его от этой затеи и 20 октября 1831 года состоялась премьера в Адеоне с величественной мадемуазель Жорж в главной ровне еще один сюжет который он заимствовал из раскрытой наугад книги тема та же что в Андромахе Россина женщина влюбленная в человека не отвечающего ей взаимности жаждет его смерти и человек который ее безответно любит совершает это убийство король Карл седьмой и Агнеста Сорель введены в пьесу исключительно для завлекательности ее главные персонажи это жестокая Беранжера ее муж граф Савуази и убийца Якуб Сарацин выведенный графом из крестового похода крестоносец когда-то спас Якубу жизнь но Сарацин любит Беранжеру и подстрекаемый ею убивает своего спасителя пьеса и оказала ей ледяной прием импозантная мадемуазель Жорж играла Беранжеру женщину двадцати пяти лет хрупкую и бледную роль явно рассчитанную на Мари Дурваль красавец Локруа исполнял роль молодого араба Якуба роль рассчитанную на Бокажа этим объяснялись все недостатки постановки Дневник Фонтане Пьеса гораздо ниже обычного уровня Дюма Это отелло шиворот на выворот вокруг которого накручено не весь сколько классических и романтических перепевов своеобразие ее своеобразие инкрустации по стилю она эклектична и орнаментальна Дюма взял на пример сына в надежде что мальчик разделив с ним триумф вернет ему свою любовь позже став прославленным драматургом Александр Дюма сын вспомнит этот странный вечер когда он все время повторял про себя все это сделал папа а потом они печально шли пешком домой по ночному Парижу и большая рука отца сжимавшая его маленькую ручку слегка дрожала папа несчастен думал мальчик он чувствовал что сейчас лучше не говорить о пьесе а может и не говорить вообще публика тем не менее валила в одеон для художника если только он не отличается исключительной добросовестностью склонность к мотовству опасна ибо тогда он не в силах противиться соблазну и берется за любые поделки лишь бы за них хорошо платили к создателю Антони ставшему теперь признанным мастером драмы обращаясь многие начинающие писатели с просьбой стать их соавтором Роспер Губо основатель известного пансиона и Жак Беден банкир увлекающийся литературой принесли дима черновой набросок драмы Ричард Дарлингтон развязку к которой они не могли придумать Арель предложил на главную роль Фредерика Леметро Дюма переписал всю пьесу для Фредерика Фредерик был актером совершенно иного плана тем букаш чтобы выгодно оттенить талант актера героя следовало сделать циником и сверхчеловеком и Дюма перекроил для Леметро весь текст по его мерке так появились острые диалоги и разящие реплики в которых Фредерик был так силен уже шли репетиции а авторы все еще не знали как им отделаться от Дженни жены Ричарда выбросьте ее из окна посоветовал Дюма непреднамеренное убийство стало кульминационным моментом пьесы луч зеленого света падая на лицо актера придавал ему такой устрашающий вид что Луиза но Бле исполнительница роли Дженни совершенно неподдельно вопила от ужаса Хонтане который присутствовал на последней репетиции записал отменная мелодрама молодая Франция кожаные шляпы леденготы с огромными отворотами взлохмаченные шевелюры зеленые клеенчатые плащи не дать не взять ящерицы под дождем Петрусь Боррель и его поэзия ух нагромождение ужасов действовало на публику в зале лица зеленели и искажались не меньше чем на сцене в конце пьесы Дюма увидев что Мюссе смертельно побледнел спросил что с тобой я задыхаюсь ответил Мюссе сумма сборов была внушительной но Дюма уже предложили новый сюжет Бокаж который сохранил самое приятное воспоминание об Антони принес ему набросок пьесы аниссе буржуа довольно ловкого драмодела из этого наброска Дюма создал пьесу под названием Тереза в которой ему самому не нравилось ничего кроме одной роли молоденькой девушки об этом образе он без ложной скромности говорил это цветок того же сада что Миранда в буре и Лерхен в Эгмонте на эту роль Бокаж предложил дебютантку по его словам очень талантливую как ее зовут спросил Дюма о вы ее вряд ли знаете ее зовут Ида она играет на Монмартре в Бельвилле но она очень способна и прелестна и прямо создана для этой роли пелестный и дух Рье мог назвать только очень восторженный человек она была маленького роста дурно сложенная привлекательна в ней только и было что красивые глаза хороший цвет лица да густые белокурые волосы она пыталась подражать Дорваль ее выразительным плечам шеи волнующиеся как у горлицы но в ней не было неподражаемой естественности Мари настоящее имя Иды Ферье было Маргарита Ферран она повсюду таскала за собой свою мать-вдову и хотя в Терезе у Иды была маленькая роль она имела успех и после пьесы в волнении бросилась на шею автору говоря что он обеспечил ее будущее тогда она еще не знала насколько она права Дюма повез ее ужинать потом к себе домой она стала его любовницей он гордился этой победой и не уставал восхищаться молодостью красотой и поэтичностью своей новой возлюбленной его восхищало в ней все вплоть до ее целомудрия это статуя из хрусталя говорил он вы думаете снег белый лилии белые алебастр белый вы ошибаетесь на всем свете нет ничего белее ручек мадемуазель Идеферье такие тирады вызывали улыбки в Терезе Идеферье могла еще произвести впечатление став любовницей Дюма она получила уверенность в том что отныне у нее будет роль в каждой новой пьесе ее друга прекратила работать над ролями и опустилась ниже уровня посредственности она стала карликовой дурваль точно так же как Меллинг был карликовым Фредериком она стояла на сцене некрасиво растопырив слишком длинные руки и развивала огромный рот для того чтобы промямлить слова смысла которых не понимала Иде представляла серьезную опасность для Дюма пока романтики писали для талантливых актеров им все сходило с рук банальная фраза произнесенная дурваль потрясала публику в устах Иде Ширье она оставалась банальной драматургу лучше бороться с великим актером чем властвовать над посредственностью это усложняет жизнь зато спасает произведение из дневника Фонтанет мы узнаем что частое соавторство Дюма вызывает беспокойство в литературных кругах понедельник 6 февраля иду смотреть Терезу в опера Кумик пьесу хорошо принимают тема ее как всегда Адюльтер только на этот раз двойной это пьеса Дюма хотя у нее есть и другой автор но подписи своей он не поставил таково условие четверг 16 февраля был у Дюма и завтракал с ним его красавицей и губу потом у мадам Г Дюма тоже был там и вел серьезные разговоры о республике и революции его хотят заставить заплатить за порох который он привез из Суассона отменная шутка он привел с собой господина Анисе Буржуа его соавтора Паттерезе они собираются написать так еще 4 драмы позор возвращался вместе с Дюма в 2 часа лунный свет освещал нам путь когда Ида Ферье вторглась в жизнь Дюма Бель Крельсамер находилась в Турне она вернулась и разразились семейные бури женщинам которые не возражали бы против восточных привычек Дюма было очень просто жить с ним он требовал лишь одного уважения к своему труду во всем остальном он был добр до слабости с тех пор как у него завелись деньги он стал кормить своих нынешних любовниц бывших любовниц их семьи своих детей друзей соавторов крестецов это составляло целую орду нахлебников часто неблагодарных когда не знали где пообедать говорили пойдем к Дюма его обычно заставали за работой на каменной доске лежали последние лаидоры оставшиеся от гонорара Дюма мне нужны деньги я их возьму хорошо пожалуйста я верну их вам через неделю как вам будет угодно он любил устраивать развлечения и участвовать в них король Луи Филипп как-то дал костюмированный балл незадолго до карнавала Бокарш и все друзья принялись уговаривать Дюма который после первых успехов в театре стал набобом от литературы и которому очень нравилась эта роль в свою очередь дать баллу себя дома вашего балла уверяли друзья будут два преимущества не придут те кто ходит к королю и не будет академии препятствие заключалось в том что в квартире Дюма было всего четыре комнаты а нужно было пригласить по меньшей мере четыреста человек к счастью на той же лестничной площадке пустовала квартира единственным украшением которой были голубовато-серые обои Дюма попросил у хозяина дома разрешение использовать ее для праздника и получил согласие оставалось только подготовить помещение самые прославленные художники того времени Эжен Делакуа Селестен Нантейль Декан Бари братья Жоанно кузен и Буланже были друзьями Дюма и участвовали в оформлении помещения Каждый должен был выбрать для своей картины сюжет из произведения кого-нибудь из приглашенных писателей Театральный декоратор Сесери затянул стены холстом и за несколько дней до праздника художники приступили к работе Пришли все кроме Делакуа который появился только в последний день и импровизируя создал за несколько часов великолепную композицию Оставалось решить еще один вопрос Впрочем самый важный по мнению Дюма очень гордившегося своим поварским искусством и умением задавать хорошие обеды а именно составить меню ужина Дюма разумеется сразу пришла мысль сделать основой угощения дичь которую он сам настреляет как говорится и дешево и сердит он получил у Девиолена разрешение на охоту в государственных лесах отправился туда с несколькими друзьями и привез девять косоль и трех зайцев на хилдень своего первого приезда в Париж он решил обеспечить остальное меню путем товарообмена он послал за знаменитым ресторатором ШВ и тот согласился за трех косуль поставить ему либо семгу весом в 30 фунтов либо севрюгу в 50 четвертую косулю обменяли на гигантской студень а двух оставшихся зажарили и подали на стол целиком заботу обо всех остальных приготовлениях возложили на хозяйку дома то есть на бель крыльца мэр она постановила что маскарадный костюм или хотя бы венецианское домино обязательны для всех приглашенных самые прославленные и красивые актрисы Парижа обещали прийти светские женщины выпрашивали приглашение в 7 часам вечера ШВ соорудил буфет достойной трапезной гарганчуа три сотни бутылок бордо подогревались три сотни бутылок бургундского охлаждались пятьсот бутылок шампанского стояли на льду в обеих квартирах утопающих в цветах играли оркестры к полуночи когда съехали все гости бал являл собой удивительное зрелище там были все великие люди Парижа не только художники писатели и актеры но и такие серьезные люди как Лафаэт Адилон Барро Франсуа Белоз из Ревю де Дюмонт доктор Верон из Ревю де Пари Мадемуазель Марс Жоанни Мишло Фермен явились в костюмах в которых они играли в Генрихе Третьем и его дворе молодые актрисы были вне себя от счастья когда за ними ухаживал Лафаэт и в один голос твердили что он должно быть такой же галантный и любезный каким бывал до революции 1789 года на придворных балах в Версале Россиня одетый Фигара соперничал в популярности с Лафаэтом вред ли у нас хватит фантазий вообразить что это был за бал газета артист писала будь вы принцем королем банкиром имей вы цивильный лист в 12 миллионов или даже миллиардное состояние все равно вам не удастся устроить такой блестящий такой веселый такой неповторимый праздник у вас будут более просторные апартаменты лучший сервированный ужин а может и локей у дверей но ни за какие деньги вам не купить этих импровизированных фресок кисти лучших мастеров и не собрать такой молодой и озорной компанией художников артистов и других знаменитостей и главное у вас не будет искренней и заразительной сердечности нашего первого драматурга Александра Дюма справедливые слова какой миллионер мог бы приобрести эти комнаты расписанные как лоджии Рафаэля что еще мог бы собрать в своем доме столько красавиц и великих людей Бель Крельсамер в костюме Елены Фурман с широкополой черной шляпой украшенной белыми перьями выглядела благородно и грациозно Александр Дюма затянутый в дублет с огромными не спадающими рукавами изображал брата Тициана Сэрестен Нантейль старого рубаку Делакуа Данте Бори бенгальского тигра Альфред де Мюссе был в костюме паяца Женсю в домино библиофил Жакоб Поль Лакруа нарядился в остроконечную шапочку и бархатный комзол были тут и барон Тейлор и Бокаш в костюме Дидье из Марион Делорм Мадемозель Журш одетая итальянской крестьянкой казалась императрицей словом сюда прислали своих представителей все сословия все эпохи все народы были мобилизованы история география и прежде всего фантазия в три часа утра подали раблезианский ужин трудно передать впечатление которое производил зал все перемешалось бродяги воины монахи в рясах с капюшонами прически с плюмажами блюда с дичью бутылки окорока бокалы раскрасневшиеся лица перед этим меркнут и брак в коне галилейской и свадьба гамачо после ужина снова начались танцы гости в шумном галопе носились по квартире пол сотрясался от этого бешеного танца казалось писал далее артист будто ты присутствуешь на шабаше куда с четырех сторон света прилетели молодые красавицы ведьмы вербовать души для дьявола даже самые серьезные гости заразили с этим неистовым весельем Азелон Барро государственный муж известный своим высокомерием и сдержанностью танцевал с глупостью в девять часов утра все гости с музыкантами во главе высыпали на улицу и в последний раз пустились в галоп образуя длинную цепь голова которая уже показалась на бульварах а хвост все еще извивался по Орлеанской площади этот неистовый галоп дизраэль когда его когда его спросили как он представляет себе идеальную жизнь серьезно ответил победным шествием от юности к могиле Дюма идеальная жизнь рисовала с роскошной фарандолой друзей отплясывающих в ритме галопа и вот уже за ним и впрямь несется целый кортеж подпрыгивая в ритм его скрипок мы будем свидетелями того как в дальнейшем он соберет вокруг себя читателей всего мира и они будут жадно внимать его рассказам таким же захватывающим и веселым как эта музыка и увлечет их за собой переодетых мушкетерами и кардиналами в бесконечном галопе который скачет и поныне Часть четвертая Глубный Отец Глава первая Нельская башня Провозгласим Ура В честь этой мелодрамы Она вчера до слез растрогала Марго Альфред Демюссе Революции похожи на болезни с коротким инкубационным периодом но бесконечно долгим выздоровлением Первые годы правления нового короля протекали в неспокойной обстановке Театр от этого страдал В Париже не прекращались волнения Вандея герцогиня Брийская и рыбовала недовольных Повсюду свирепствовала холера и страх перед заразой вредил сбором Тогда никто в точности не знал причин этой грозной эпидемии Микробы еще не были открыты но по всему свету от нее умирало множество людей возможно в результате испуга и самовнушения врачи запрещали есть сырые овощи и фрукты Дюма в то время впрочем как и всегда испытывал денежные затруднения Приятель который имел привычку упрекать Дюма в мотовстве был однажды очень удивлен увидев что тот ест огромную дыню канталупу Какая беспечность закричал гость Ты ешь дыню в такое время Мой милый зато их отдают почти даром После чего он заболел холерой как и все остальные Однако в отличие от всех излечился выпив полный стакан спирта Он уже выздоравливал но еще не вставал с постели когда ему нанес визит остроумный и коварный Феликс Орель директор Порт Сен-Мартен А Это вы Орель Приветствовал его Дюма Не боитесь холеры? Эпидемия кончилась Вы в этом уверены? Ей пришлось свернуться а то она перестала окупать себя ответил Орель А друг мой Сейчас очень подходящий момент чтобы предпринять новую постановку Успокоившись публика накинется на развлечения и это самым благоприятным образом отразится на театре Дюма Напишите для меня пьесу Но посудите сами Орель Разве я сейчас в состоянии написать пьесу? Орель объяснил что речь идет лишь о переделке пьесы Молодой человек из Тоннера Департамент ИОН по имени Фредерик Гайерде принес в порт Сен-Мартен недурно задуманную но очень плохо написанную пьесу Орель все же договорился с ним и с его разрешения передал рукопись критику Жюлю Женену жившему в том же доме что и чета Орель Жорж Женен переписал драму В чем же дело? А в том что теперь она написана лучше но не стала более сценичной Словом Орель хотел чтобы Дюма целиком переделал пьесу А у меня не будет неприятностей с этим юношей из Тоннера Да что вы мой дорогой это сущий барашек понимаю И вы хотите его острич С вами положительно невозможно разговаривать И Орель не ушел пока Дюма не дал ему обещание переделать пьесу за две недели Позаботьтесь чтобы там была хорошая роль для Жорж кричал на прощание директор Удивительно что самая известная из драм Дюма выдержавшая не одну тысячу представлений и по сей день считающаяся типичным образцом французской мелодрамы трескучей реплики из которой цитируют смеясы поныне вышла первоначально из-под пера Фредерика ГРД из Тоннера департамент ИОН о чем никто или почти никто сейчас не знает заключается ли в этом жестокая несправедливость по отношению к ГРД нет потому что понадобилось вдохновение Дюма его наивная и великодушная философия чтобы сообщить этой нелепой истории динамизм и стиль сделавшие ее классическим образцом театральных излишеств каков сюжет Нельской башни в начале 14 века в Париже прямо напротив Лувра на том самом месте где в наши дни находятся дворец института возвышалась старая башня фундамент которой омывали воды сены таинственная и зловещая она служила не только дозорной башней но и тюрьмой так вот каждое утро стража находила в реке несколько ниже по течению трупы трех юношей кто повинен в их смерти оказывается королева Маргарита Бургундская и ее две сестры которые каждую ночь устраивали разнузданные оргии в потайной комнате башни для своих развлечений благородные дамы ежедневно выбирали трех красивых и сильных дворян недавно прибывших в Париж чтобы их никто не знал назначали им через верных служанок свидание и юноши приходили к нему в башню с завязанными глазами после ночи любви Маргарита приказывала убивать юношей потому что боялась как бы король Франции ее супруг не узнал о преступлениях внучки святого Людовика Примечание Людовик Десятый сварливый 1289 1316 годы Все события пьесы вымышлены точно известно лишь то что Маргарита и ее заложки Бланш Деламарш и Жанна де Пуатье были преданы суду по обвинению в супружеской измене Людовик Десятый которому по политическим соображениям необходимо было вступить во второй брак с Клементиной Венгерской приказал задушить свою жену между двумя матрасами в замке Шато-Гаяр где она содержалась в заключении королеве тогда едва исполнилось 25 лет однако одному из злополучных любовников удалось бежать и он снова предстает перед королевой теперь он называет себя капитаном Буриданом но когда он носил свое настоящее имя и служил пожем герцога Бургундского он был первым любовником Маргариты которая родила от него сына и вот тогда-то он получил от нее кинжал вместе с приказом убить ее отца Робера второго герцога Бургундского и так Буридан посвящен ужасной тайной юности королевы и может заставить ее плясать под свою дудку она приходит в тюрьму куда его заключили по ее приказанию с твердым намерением избавиться от него и в тот момент когда мы думаем что герой погиб он преспокойно начинает веселый рассказ в 1293 году 20 лет тому назад Бургундия была счастливой и была у Робера герцога Бургундского дочь юная и прекрасная и был герцога Робера Бургундского паж с сердцем чистым и преданным Буридан угрожает передать королю письмо в котором Маргарита в 1293 году признавалась ему в намерении совершить отцаубийство причем письмо это конечно находится в надежном месте он говорит так убедительно что Маргарита обещает ему свободу и снимает с него оковы но ему этого мало он требует чтобы его сделали первым министром королева тут же предоставляет ему этот высший пост в странные времена мы живем замечает один из персонажей пьесы и он совершенно прав затем следует новое преступление но теперь Маргарита и Буридан выступают как сообщники в конце пьесы злодеи несут заслуженную кару Людовик десятый приказывает арестовать преступников дюма как восклицает Маргарита кто посмеет арестовать королеву и первого министра здесь нет ни королева ни первого министра ответствуют представители власти здесь только труп и двое убийц блестящая реплика под занавес но и вся эта история вызывала живейшее восхищение дюма он обожал героев которых не могли сломить самые жестокие поражения которые доблестно сражались против целых полчищ врагов и которые если их выставляли за дверь тут же влезали в окно все это очень напоминало жизнь генерала дюма да и его собственную жизнь его отец один удержал Бриксонский мост против целой армии ему самому всегда казалось что в 1830 году он с револьвером в руках захватил Суасон его отец не рабел перед императором он перед королем в жизни ему не всегда удавалось удовлетворить свою жажду триумфов и желание потрясать зато в театре он мог вознаградить себя и дать волю своей фантазии французский народ разделял чувство дюма он тоже не пасовал перед королями он сверг одну монархию в 1789 году другую в 1830 народу нравилось когда ему рассказывали о злодеяниях королей всякая власть развращает а абсолютная власть развращает абсолютно мысль о том что мужчина или женщина обладающие слишком большой властью неизбежно обречены на моральное падение была очень близка романтикам Виктор Юго как и дюма бечует знатных дам в Лукреции Борджия и Марии Тюдор преступница Маргарита Бургундская пытается оправдать свои гнусные злодеяния соблазнами власти я не слышала говорит она от людей меня окружающих ни одного слова которое напомнило бы мне о добродетели придворные улыбаются мне они твердят что я прекрасна что весь мир у моих ног что я могу разрушить его ради минутного наслаждения что касается Буридана то это типичный авантюрист он приехал чтобы покорить Париж и ради этого готов на все он подчеркнуто рыцарствен Маргарита я буду говорить с тобой стоя и с непокрытой головой потому что ты королева и потому что ты женщина он выражается слишком высокопарно ему не достает сдержанности героев Стендаля хотя он также циничен он не останавливается перед преступлением этот образ предвещает появление тех заговорщиков второй империи которые Юго пригвоздит к позорному столбу в своем возмездии в Нельской башне нет правдивого изображения человеческих страстей или исторической эпохи Нельская башня это не драма не трагедия и Дюма это не Россин и не Шекспир Нельская башня это мелодрама мелодрама чистейшей воды то есть пьеса сюжет который построен на игре случайностей в которой самые невероятные совпадения поддерживают интерес публики и разрешают все проблемы в тот самый момент когда пьеса кажется зашла в тупик но разве мелодраму несмотря на все ее крайности не следует считать одними из жанров искусства хотя бы и второстепенным ведь цель искусства не в подражании действительности а в преобразовании или даже в искажении ее с тем чтобы вызвать у публики определенные эмоции те самые которые она и желает испытать однако зритель 1832 года сильно отличался от зрителя 1782 года кого называли тогда публикой бульваров обитателей пригородов которым был обязан своим процветанием порт Сен-Мартен эту публику мало интересовал анализ чувств ибо он требует досуга и праздной жизни привилегии придворных и завсегдатых салонов об успехе выпавшем на долю такого драматурга как Пиксере Кур и таких мелодрам как Трактира Дре мечтали многие писатели романтическая драма в конечном счете не что иное как мелодрама облагороженная стихотворной формой писатели образованные Юго, Виньи не желали этого признавать они даже колебались хотя и не слишком долго прежде чем решились отдать свои пьесы театру порт Сен-Мартен самоучка Дюма был не столь разборчив Мои пьесы говорил он в самом начале своей карьеры сыграют гораздо лучше на бульварах чем во французском театре совершенно справедливое мнение сослужившее службу не только ему но и театру так как мадемуазель Марс и ее школа навязали комедию францесс условности еще более жесткие чем те что господствовали на бульварах правда затем наступило и такое время когда бульвары в свою очередь стали переживать период упадка когда Рошель вдохнула новую жизнь в классическую трагедию когда вновь появились просвещенные круги общества и когда вновь обратились к Росину словом все шло как должно такие колебания маятника и составляют историю искусства но 1832 год был годом триумфа мелодрамы а Дюма казалось был создан для того чтобы творить именно в этом жанре потому что он разделял чувства толпы жажду справедливости стремление говорить горькие истины в глаза сильным мира сего привычку делить человечество без каких-либо промежуточных категорий на героев и подлецов прочитав рукопись присланную ему Арелем Дюма сразу понял что можно из нее извлечь вначале следовало добавить одну картину чтобы познакомить зрителя со всеми персонажами затем надо сделать сцену в тюрьме которая отсутствовала в варианте ГРД но прежде всего необходимо было выделить основное содержание драмы которая по мнению Дюма его разделила република заключалась в борьбе между Буриданом и Маргаритой Бургундской между авантюристом во всеоружии своего гения и королевой во всеоружии своего сана вряд ли стоит говорить о том что гений неминуемо одерживает победу над саном кроме того необходимо было ввести в пьесу те блестящие диалоги которые доставляли такое удовольствие Дюма и его публике например в конце первой картины когда убийца Орсини встречается в таверне с тремя молодыми людьми жизни и счастью которых он угрожает раздается удар колокола возвещающий комендантский час Орсини пробил колокол господа Буридан берет плащ и выходит прощайте меня ждут во второй башне Лувра Филипп меня на улице Фруа Мантель Гутья меня во дворце они уходят Орсини закрывает дверь свистит появляется Ландри с ним еще три человека Орсини а нас ребята в Нельской башне текст вульгарный звучит бравурно но какие концовки актов когда трем юношам приходится расплачиваться за ночь любви жизнью Филипп Доне истекая кровью падает на землю и кричит Филипп на помощь на помощь ко мне брат королева входит с фаселом в руках увидеть твое лицо и умереть так кажется ты говорил желание твое исполнится срывает маску взгляни и умирай Филипп Маргарита Бургундская королева Франции умирает голос стражника за сценой три часа ночи все спокойно мирно спите парижане там были фразы восприняя и величественные трактирщик дьявола пронзай мое сердце тысячу кинжалов тебе не открыть моей тайны вот руки твои вот вены а в венах этих кровь дюма был сражен покорен он немедля написал Арелю что готов приступить к работе над Нельской башней но необходимо с самого начала урегулировать финансовые условия сотрудничества контракт обеспечивал ГРД 40 франков авторских отчислений с каждого представления плюс билеты которые он мог перепродать на сумму 80 франков половину этой суммы он обещал Жюлю Жанену в ту пору когда тот брался переписать драму но Жанен вышел из игры и благородно отказался от своей доли дюма все же оставил в пьесе один монолог принадлежащий перу Жанену а именно знаменитый монолог о знатных дамах Буридан неужели вам не приходила в голову мысль о том к какому сословию принадлежат эти женщины неужели вы не заметили что это знатные дамы доводилось ли вам когда-нибудь в ваших гарнизонных похождениях видеть такие белые ручки такие надменные улыбки обратили ли вы внимание на эти пышные наряды на эти нежные голоса на эти лицемерные взгляды о конечно это знатные дамы по их приказанию нас разыскала ночью старуха прикрывающая лицо платком медовыми словами заманила она нас сюда о это несомненно знатные дамы едва мы вошли в роскошно обставленную комнату теплую и благоухающую редкими ароматами так они кинулись нам на шею ласкали нас отдались нам без оглядки и без промедлений да-да они бросились к нам в объятия к нам хотя они нас видели в первый раз и мы промокли под дождем можно можно ли после этого сомневаться что это знатные дамы за столом они предавали с любви и опьянению пылко и самозабвенно они богохуйствовали вели странные речи устаяхи изрыгали гнусные ругательства они потеряли всякий стыд потеряли человеческий облик забыли о земле забыли о небе да это знатные дамы поверьте мне очень знатные дамы дюма смаковал этот монолог как гурман да слух нет мелодрама была что надо но поскольку Жюль Жанен отказался от своих прав Гайарде вновь становился единственным собственником пьесы дюма предложил оставить в селе прежний договор с ним при условии что он дюма будет получать проценты со сбора ну скажем процентов десять орель согласился если пьеса будет иметь успех дюма получит кучу денег если нет ничего конфликт начался с того момента когда дюма объявил что хочет сохранить инкогнито это не устраивало ореля рассчитывавшего что имя Александра дюма привлечет в театр публику но Александр был неумолим он требовал чтобы в день премьеры объявили имя одного ГРД почему есть скромности вряд ли его можно заподозрить в этом может быть он считал что критика жестоко разгромившая Карла Седьмого у своих вассалов отнесется более снисходительно к произведению начинающего автора ГРД авторов дюма 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 кинулся коррелю тот возмутился да он должно быть рехнулся нисколько не возражал против Жанена и приказал начать репетиции пьесы в варианте дюма ГРД прибыл из Тоннера закатил скандал и хотел даже стреляться с дюма в конце концов они пришли к соглашению на афишах будет стоять драма господ ГРД и три звездочки после премьеры объявят одного ГРД каждый из авторов будет иметь право включать нельскую башню в полное собрание своих сочинений условия как будто вполне честные на репетициях в исполнении таких великолепных актеров как мадемуазель Жорж и Пьер Бокаж пьеса по выражению дюма приобрела грандиозные масштабы роль Буридана дюма сперва предназначал для Леметро но Фредерик к тому же мадемуазель Жорж вовсе не хотела сыграть с таким партнером который постарается забрать себе весь успех и она настояла на Бокаже Фредерик тут же сломя голову примчался в Париж но Орель отказался платить неустойку Бокажу и Фредерик пришел в неописуемую ярость дюмам очень хотелось воспользоваться этим случаем для своей новой протеже или Фарье Орелю я уверен нужна именно такая актриса Жюльетта не может претендовать ни на одну сколько-нибудь значительную роль эта Жюльетта была Жюльетта Друэ бывшая натурщица скульптора Прадье полукуртизанка полуактриса но Орель не пожелал использовать в Нельской башне не только Жюльетту но и Иду премьера состоялась 29 мая 1832 года мадемуазель Жорж была величественна и импозантна Бокаж фатален и демоничен Дюма в мемуарах с наивным самодовольством описывает свой триумф Зал волновался все предвещало большой успех казалось успех витал в воздухе все дышало им конец второй картины потряс публику Буридан выпрыгнул из окна в сену Маргарита срывая маску обнажала окровавленную щеку все это производило огромное впечатление на публику и когда после оргии после побега после убийства после раскатав смеха заглушенных стонами после того как человек кинулся в реку после того как царственная любовница безжалостно велела убить своего любовника с которым провела ночь когда после всего этого раздался спокойный и монотонный голос ночного сторожа три часа ночи все спокойно мирно спите парижане зал разразился аплодисментами потом пришел черед знаменитой сцене в тюрьме как-то сын спросил меня в то время он еще не был драматургом какие основные принципы построения драмы первый акт надо делать предельно ясным последний коротким и ни в коем случае не уводить тюремную сцену в третий но давая такой совет я проявил неблагодарность я никогда не видел чтобы сцена так захватила зрителя как эта сцена в тюрьме которую великолепно сыграли два актера буквально вынесшие ее на своих плечах и наконец наступил пятый акт за который Орель очень боялся он делится на две картины восьмую полную леденящую кровь комизма и девятую которую по нагнетанию ужасов можно сравнить лишь со второй было в нем что-то от античного рока софокла соединенного со сценическими ужасами Шекспира пьеса имела огромный успех имя Фредерика Гайарде провозгласили под гром аплодисментов на следующий день Орель приказал поставить на афишах Нельская башня драма господ три звездочки и Гайарде Дюма кинулся к Орелю вы меня снова поссорите с этим Гайарде кричал он мой дорогой ответил Орель пьеса имела большой успех не хватает только маленького скандала чтобы успех обратился в триумф если Гайарде станет протестовать тем лучше я получу свой скандал пусть и он хоть что-нибудь сделает для пьесы неужели вы думаете Дюма что можно создавать шедевры а потом заявлять это не имеет ко мне никакого отношения нет хотите вы того или не хотите Париж все равно узнает что вы приложили к этому руку в этот момент раздался стук в дверь вошел судебный исполнитель и принес официальное послание на гербовой бумаге от Гайарде из Тоннера департамента и он в котором тот требовал поставить имя господина три звездочки на второе место Орель отказался Гайарде затеял процесс и выиграл его но хитрый директор получил бесплатную рекламу а этого он и хотел ссора Дюма и Гайарде зашла так далеко что они стрелялись на дуэли впрочем безрезультатно три звездочки перешли на второе место с точки зрения закона инцидент был исчерпан и тем не менее эта история повредила репутации Дюма мелкие газетенки всегда придиравшиеся к Дюма утверждали будто в Нельской башне ему не принадлежит ни строки что было неправдой его враги а их было немало несмотря на всю его доброту потому что его бахвальство раздражало а успехи в театре и у женщин вызывали зависть изо всех сил старались доказать что он не написал ни слова ни в одной из своих пьес и что все в них сделано его соавторами если так то хочется спросить почему пьесы ГРД написанные им самостоятельно пользовались самым скромным успехом а то и вовсе проваливались ворщливый Гюстав Планш писал нам кажется что господину Дюма который дебютировал не далее как в 1829 году угрожает быстрое забвение он упрекал Дюма за желание подменить идеализм классиков низменным реализмом господин Дюма не привык думать у него поступки с детской торопливостью следуют за желаниями вот почему Дюма кинулся не спровергать традиции не соразмерив ценности того памятника на который посягает обвинение Дюмы в реализме кажется нам по меньшей мере странным трудно представить себе что-нибудь менее реалистическое чем его театр гораздо точнее будет сказать как это сделал все тот же планш господин Дюма восстановил против себя всех серьезных художников в начале 30-х годов молодая Франция считала Виктора Юго и Александра Дюма создателями современной драмы Генрих III и его двор проложил дорогу Эрнани и публика охотно ставила обоих драматургов рядом после 1832 года люди с тонким вкусом не разделяли больше это мнение Юго вывелся далеко вперед Сэнд-Беоф который не отрицал таланта Дюма говорил да он талантлив но талант его скорее физиологичен в нем пояснял Сэнд-Беоф больше от вдохновения нежели от искусства все дело в его кипучем темпераменте но разве так уж плохо иметь кипучий темперамент Глава 2 Мирное сосуществование В 1832 и 1833 годах Дюма ухитрелся делить свою жизнь между Бель и Идой первый год он провел с Бель Меланис-Р и жил то в Париже на Орлеанской площади то в Трувилле в нормандском портовом городке где он обычно скрывался в гостинице чтобы иметь возможность работать но в 1833 году Ида взяла верх и меблировала для Дюма квартиру на улице Блео лимонное дерево зверяные шкуры где правило единовластно Мирное сосуществование весьма облегчал театр обе дамы были актрисами и Дюма заботился о карьере обеих в Анжеле написанной в 1833 году играли и мадемуазель Мелани и мадемуазель Ида Я хочу заявлял Дюма директорам видеть на сцене тех театров которым я отдаю свои пьесы дарования мне приятные желание выраженное весьма тактично Ида Феррие более честолюбивая чем Дель Крисонер требовала от Дюма роскоши что ему очень импонировало Дюма уже знал все серьезные недостатки своей любовницы Ида устраивала по нескольку сцен на день восстанавливала против него слуг перехватывала его письма Но у нее писала графиня Даш Были искусно подрисованные брови белоснежная атласная кожа с легким умянцем коралловые губки и волосы завитые мелкими локонами а-ля Мончини Полнота ее к этому времени приняла угрожающие размеры произношение было отвратительным говорила она так будто страдала хроническим насморком но она умела принять гостей и вскоре Дюма стал больше ценить в ней хозяйку дома нежели владычицу своего сердца и хотя Катрина и Бель родили ему детей Иде все же удалось захватить титул первой султанши и даже поселить у себя вдову Ферран свою мать Молодого Александра сына Катрины принесли в жертву К этому времени он перешел из заведения Вотье в пансион Губо Директор пансиона Проспер Губо был как мы уже упоминали другом его отца на досуге он писал пьесы участвовал под псевдонимом Дино в создании знаменитой драмы «30 лет или жизнь игрока» и дал Дима сюжет Ричарда Дарлингтона умный и образованный Губо был хорошим воспитателем он основал пансион Сен-Виктор на улице Бланш на том месте где сейчас находится Парижский театр при финансовой поддержке банкира Лафита ему удалось создать процветающее заведение в котором воспитывались сыновья аристократов крупных финансистов и коммерсантов Дюма остановил свой выбор на Губо потому что знал его по театру он конечно не мог себе представить какой прием окажут незаконному сыну Белошвейки избалованные испорченные высокомерные мальчишки матери нескольких учеников были клиентками Катрины Рабе от них все узнали что она не замужем и что ее сын незаконно рожденный трудно поверить в то что произошло потом мальчишки писал позже Александр Дюма сын оскорбляли меня с утра до вечера по-видимому радуясь случаю унизить то имя которое прославил мой отец унизить пользуясь тем что моя мать не имела счастья его носить когда маленький Александр попытался вступиться за честь матери товарищи подвергли его бойкоту один считал себя вправе попрекать меня бедностью потому что был богат другой тем что моей матери приходится работать потому что его мать бездельничала третий тем что я сын швеи потому что сам был благородного происхождения четвертый тем что у меня нет отца возможно потому что у него и было два ночью ему мешали спать в столовой передавали пустые блюда в классе его мучители придумали новую игру они спрашивали учителя сударь скажите пожалуйста какое прозвище было у красавца Дюнуа орлеанский бастард а что значит бастард сударь ученик Дюма разыскал слово бастард в словаре словарь объяснял рожденный вне брака его палачи зашли настолько далеко что изрисовали все его книги и тетради непристойными сценами под которыми подписывали имя его матери когда чаша терпения переполнялась маленький Александр плакал забившись в уголок травля ожесточила характер мальчика и подорвала его здоровье он стал мрачным подозрительным и страстно мечтал о мести этот ад произвел на него неизгладимое впечатление всю жизнь ему не будет давать покоя судьба соблазненных девушек и незаконно рожденных детей он признавался позже что так никогда полностью не оправился от этого потрясения что никогда даже в самые счастливые дни своей жизни не мог не простить не забыть этой обиды как-то на бульваре он встретил одного из своих прежних мучителей тот кинулся пожимать ему руку с великодушием человека не помнящего зла которое сам причинил Дюма сурово остановил его любезнейший сказал он сейчас я на голову выше тебя и если ты еще раз вздумаешь заговорить со мной я тебе все ребра переломаю вот откуда у него наряду с чертами унаследованными от отца гигантским ростом сочувствием ко мстителям и желанием самому стать мстителем и при том грозным совершенно иные качества Дюма отец всегда окружал себя людьми около него постоянно вертелись своры прихлебателей и любовниц сын будет любить уединение и созерцательную жизнь отец выдумывал людей сын будет их изучать он станет реформатором восставшим против царящего беспорядка и едва страсти юности утихнут сделается приверженцем самой строгой морали генерал Дюма бунтовал против начальства автор Антони против общества но все анафемы и проклятия Дюма отца были лишь данью литературной моде тогда как протест Дюма сына порожденный страданиями перенесенными в детстве был искренним и глубоким отец обладал пышущим здоровьем сын будет время от времени подвержен кризисам как физическим так и моральным которые даже будут ставить под угрозу его рассудок отец несмотря на все свои заключения останется до конца дней оптимистом сын несмотря на ранний успех всегда будет пессимистом в своей жизненной философии я исхожу из предположения что все мужчины подлецы а женщины потаскушки если я вижу что ошибся в отношении одного или одной из них мое разочарование становится для меня источником не горя а радости мы судим о рынке потому какие товары мы там находим Дюма сын на пороге жизни столкнулся с вывощенными молодыми негодяями из пансиона Губо до конца жизни он не сможет их забыть в 1832 году театральная деятельность Дюма отца была прервана на несколько месяцев длительным путешествием по Швейцарии которое он вынужден был предпринять из соображений осторожности июльская монархия оставалась непопулярной студенты и рабочие устраивали манифестации в июле похороны либерала генерала Ла Марко послужили поводом к серьезным волнениям Дюма в форме артиллериста шел в толпе демонстрантов его узнали и объявили республиканцем в одной легитимистской газете даже сообщалось что он захвачен с оружием в руках и расстрелян все это было конечно смешно но шум поднятый вокруг его имени становился опасным у него были друзья при дворе и прежде всего молодой обаятельный герцог орлеанской наследник престола они посоветовали ему в ожидании пока все забудется провести несколько месяцев за границей путешествие было живописным и полным драматических событий как и все путешествия Дюма он встречался с шатабрианом королевой вертензией альпинистом Бальма два тома путевых впечатлений написанных блестяще и живо появились сначала в ревью де Дюмонт затем вышли отдельным изданием он согласился также написать для того же журнала несколько рассказов на исторические темы в которых очень дерзко обращался с историей и к которым однако историки отнеслись довольно почтительно Сен-Дубев скрупулезный биограф считал Дюма поверхностным автором читатели были снисходительнее отбыв свой срок в чистилище Дюма вернулся в Париж там к нему сразу примчался Арель с просьбой написать пьесу для Порт-Сен-Мартен вот тут то и начался разлад между Дюма и Гюго Гюго всю свою молодость прожил как примерный отец и супруг но в 1833 году эта примерная чета была изгнана из рая Адель и Виктор по обоюдному согласию сохраняли перед посторонними и своими четырьмя детьми видимость респектабельной семьи на самом же деле Адель разрешала Сен-Дубеву ухаживать за собой да и не только ухаживать Гюго взял в любовницу Жюльетту Друэ актрису блистательной красоты и посредственного таланта до сих пор Гюго и Дюма неплохо ладили друг с другом каждый из них был слишком уверен в себе чтобы заведовать другому но между актрисами существует соперничество куда более жестокое чем между писателями и с тех пор как у Гюго появилась своя протеже Жюльетта точно так же как у Дюма Ида конфликты стали неизбежны тем более что обе женщины жаждали играть одни и те же роли и состояли в труппе одного и того же театра Порт Сен-Мартен Арель директор и мадемуазель Жорж богиня-покровительница театра чаще поддерживали Иду чем Жюльетту Друэ во-первых потому что Ида была все же лучшей актрисой во-вторых потому что Жюльетта была гораздо красивее но прежде всего потому что мадемуазель Жорж имела на Гюго зуб за то что он никогда не пытался за ней ухаживать она вовсе не хотела сделать его своим любовником но ей было неприятно что такой красивый мужчина стал любовником другой да к тому же еще и более молодой женщиной Арель же во всем поступал так как хотела его величавая и властная подруга он пытался пропустить вне очереди пьесу которую Дюма написал для Иды Екатерина Говард и задержать представление Марии Тюдор Виктора Гюго что и вызвало первые размолвки рассеявшиеся лишь благодаря великодушному и лояльному поведению Дюма он вмешался в это дело и помирил Ареля и Гюго но Гюго требовал чтобы Жюльетте отдали вторую роль Джейн Тальбот в его пьесе главную роль в которой королевы Марии должна была играть мадемуазель Жорж все в театре говорили что Жюльетта провалит пьесу и что следует отдать роль Иде Бокаж и мадемуазель Жорж державшие в страхе Божием весь театр обращались с нежеланной партнершей настолько оскорбительно что она совершенно терялась и от страха не могла и слова вымолвить в результате первое представление Марии Тюдор прошло очень плохо Жюльетту освистали все герои битвы за Эрнани с Сент-Беовом во главе говорили что Ида к счастью знает роль и что ее необходимо ввести со второго же представления Жюльетта сгоя заболела и слегла Гюго желая спасти пьесу сдался однако за несколько дней до этих событий в журнале Де Деба появилась статья Гранье де Кассиньяка которая обвинял Дюма в подражании Шиллеру Гео Террасину и в том что на Христину его вдохновил пятый акт Эрнани Дюма мог бы просто посмеяться над этим разве Виньи например не обвинял Гюго в том что он обкрадывает всех и вся но Дюма знал что в Деба Кассиньяка устроил сам Гюго поэтому он пришел в ярость и написал поэту я уверен что вам была заранее известна эта статья Гюго отрицал это заверял Дюма в своей дружбе а Гранье де Кассиньяк в письме напечатанном в Деба подтвердил что Гюго не имел никакого отношения к статье но опровержением редко верят и они еще реже того заслуживают очевидно и это письмо постигла обычная участь так как в переписке с Энд Бева мы читаем статья одного из приятелей Гюго направленная против Дюма настроила его против Гюго они рассорились навеки и что еще хуже со скандалом а это всегда бросает тень на литературу добрейший Сэнд Бев лицемерил он был слишком рад ссоре Дюма и Гюго чтобы думать о престиже литературы но он не учел природного добродушия Дюма не любившего долгих ссор некоторое время спустя когда Дюма понадобился секундант он без колебания обратился к своему старому другу Гюго Виктор каковы бы ни были наши нынешние отношения я надеюсь что вы все же не откажете мне в услуги о которой я хочу вас спросить какой-то наглец позволил себе оскорбить меня в мерзком листке четвероногой гадине именуемой медведь сегодня утром этот тип отказался встретиться со мной под предлогом что не знает имен моих секундантов одновременно с письмом вам я отправляю письмо Виньи чтобы иметь возможность сказать своему противнику что если он еще раз попытается отделаться подобной отговоркой я сочту это дурной шуткой я жду вас завтра в 7 часов у себя одно слово по цельному чтобы я знал могу ли я рассчитывать на вас и потом разве это не даст нам повод снова пожать друг другу руки я по правде говоря этого очень хочу после таких лесных для Гюго авансов дружеские отношения восстановились в 1835 году Дюма уехал в длительное путешествие по Италии из которого он привез три драмы стихотворный перевод божественной комедии и новые путевые впечатления по пути в Италию и по возвращении он останавливался в Лионе где ухаживал за актрисой Гиацинтой Менье лобкой инженю которая умела удержать около себя Дюма почти ничего ему не позволяя Гиацинта дорогая я никогда не думал что можно сделать мужчину столь счастливым отказывая видимо во всем подле нее он мечтал о любви возвышенной небывалой любви сердца а не чувств эта полуплатоническая идиллия началась в 1833 году и длилась правда с перерывами несколько лет юной Гиацинте он признавался что разочарован выйди я надеялся писал он обрести в этом союзе единство физической красоты и духовной близости но вскоре я понял что любовь ее по силе не равна моей слишком гордой чтобы давать больше чем мне хотят возвращать я заключил в душе избыток бушующей во мне страсти этот избыток он и предлагал Гиацинте но рамки в которых она старалась его удержать были для него слишком тесны прощай мой ангел я люблю тебя и целую твои лоб и твои колени ты видишь я не касаюсь того что мне не принадлежит однако платонизм никогда не относился к числу его достоинств прощайте Гиацинта и на этот раз мои надежды оказались обманутыми отныне моему делом станет чистолюбие и вы будете в числе тех кто настолько иссушил мое сердце что теперь лишь оно сможет там обитать следующим летом по приглашению Адели он посетил семейство Гюго в Фурке одном из преградов Парижа где они обычно отдыхали и очаровал детей своими рассказами он слишком любил жизнь чтобы пережевывать прошлые обиды ссоры ему быстро надоедали 1836 год ознаменовался для Дюма новым триумфом драмой Кин или Гений и Беспутство о великом английском актере который незадолго до этого трагически скончался в результате слишком бурно проведенной жизни как и почти всегда у Дюма в создании этой драмы случай играл ведущую роль Фредерик Леметтер только что перешел в театр Варьете заглавие пьесы гений и Беспутство как нельзя более точно характеризовало самого Фредерика Дюма считал его первым актером своего времени он создал для него Наполеона и находил что Леметтер исполнял роль Буридана гораздо лучше чем Букаш но характер у него был трудный он появлялся на сцене мертвецки пьяным выходил через суфлерскую будку и мог неожиданно для всех надеть зеленые очки играя Буридана да безумие тщеславный он всегда считал что его имя напечатано на афише недостаточно крупными буквами но господин Фредерик спросил его однажды какой-то директор где же прикажете тогда печатать имена остальных с той стороны где клей надменно ответил Фредерик у него было много общих черт с Кином и ему очень хотелось сыграть эту роль для своего дебюта в Варьете два драматурга Теолон и Курси авторы столь же плодовитые сколь и бездарные предложили ему черновой набросок пьесы Фредерик был им не слишком доволен и обратился за помощью к Дюма который оживил интригу переписал диалог и поставил под пьесой только свое имя он вложил в нее много от Фредерика и от самого себя сцена в которой Кин оскорбляет Пэра Англии воспроизводила Сорулеметра и Ореля свидетелем которой оказался Дюма яростный монолог Кина об английской критике во втором акте был инвективой самого Дюма в адрес французской критики Дюма не изменил сценария Теолона Кин соперник принца Уальского оспаривает у него любовь прекрасной жены датского посла и прерывает спектакль Ромео и Джульетта для того чтобы обратиться со сцены с издевательской речью к наследному принцу после этого трагику предлагают пролехаться в Америку ссылку его сопровождает преданная ему молодая девушка которая давно его любит благодаря картинам театральной жизни и образу кина воплощенном миллиметром с гением и беспутством пьеса имела бешеный успех Генрих Гейне критик не слишком снисходительный писал потрясает правдивость всего спектакля между персонажем и актером удивительное родство Фредерик возвышенный шут его дикие клоунады заставляют талию бледнеть от ужаса а Мельпомену смеяться от радости директор Варьете обещал Дюма тысячу франков премии если 25 первых представлений кино дадут ему 60 тысяч франков в вечер 25 представления Дюма вошел к нему в кабинет и потребовал премию вам не повезло сказал директор который только что закончил подсчеты у нас всего 59 997 франков Дюма занял у него 20 франков кинулся в кассу и купил билет в портер за 5 франков теперь у вас 60 тысяч 2 франка сказал он и получил премию Глава 3 Браки во времена Луи Филиппа В 1837 году герцог Орлеанская женился его отец пытался получить для него эрнф-герцогини в австрийскую но королевская семья дулась на узурпатора и ему пришлось довольствоваться немецкой принцессой Еленой Мекленбург Шверинской которая впрочем оказалась очень милой романтичной и образованной девушкой Луи Филипп объявил что в честь этого события в Версальском дворце будет дан парадный обед за которым последует бал для всех кто составляет славу Франции Накануне празднества Рожгневанной Дюма прибежал к Гюго ожидалось представление к ордену почетного легиона Дюма был в списках но король его вычеркнул сказался бедно республиканца артиллериста национальной гвардии и давняя антипатия к непокорному чиновнику поля-рояля оскорбленный Дюма отослал обратно пригласительный билет на Версальский праздник Виктор Гюго благородно объявил что полностью солидарен со своим другом и коллегой и написал герцогу орлеанскому письмо в котором отказывался от приглашения и объяснял причину отказа наследный принц большой поклонник обоих писателей очень огорчился еще более огорчилась юной герцогине с нетерпением ожидавшей встречи со своими любимыми авторами они ходатайствовали перед королем и все уладилось Дюма был восстановлен в списках друзья решили отправиться в Уверсаль вместе и так как мундир был обязателен оба надели мундиры национальной гвардии чтобы еще сильнее подчеркнуть свое единство там они встретили бальзака в придворном костюме взятом на прокату костюмера и ржена де лакруа король и принц были очень любезны давали мизантропа с участием мадемуазель Марс аудитория состоявшая из генералах и высшего чиновничества чувствовала себя обманутой в своих ожиданиях так это и есть мизантроп переговаривались зрители а мы-то думали что это смешно когда празднество кончилось пришлось долго разыскивать кареты Дюма и Юго нашли свое лишь к часу ночи и возвратились в Париж на рассвете отныне отбоим писателям была навсегда обеспечена дружба королевской чаты Виктору Юго она принесла розетку офицера почетного легиона Дюма ленточку кавалера Дюма который узнал эту новость от наследного принца сразу же оповестил Юго мой дорогой Виктор ваше и мое представление были подписаны сегодня утром меня просили сообщить вам об этом полуофициально ее высочество герцогиня Орлеанская очень гордится вашим подарком она хочет ответить вам сама об этом меня просили вам сообщить вполне официально обнимаю вас Юго принял награду с обычным для него надменным достоинством Юма радовался как ребенок гордо разгуливал по бульвару украсив себя огромным крестом рядом с которым он приколол орден Изабеллы католической какую-то бельгийскую медаль шведской трест густого вазы и орден святого Иоанна Иерусалимского в любой стране которую он посещал Юма выпрашивал себе награды и скупал все ордена какие только можно было приобрести его фраг в торжественные дни превращался в настоящую выставку ленты медалей невинное удовольствие генераль дюма так и не дожила до того дня когда ее сын получил награду в которой всегда отказывали ее мужу она умерла от второго апоплексического удара 1 августа 1836 года дюма не переставая ее любить последнее время был к ней менее внимателен она жила на улице Фобур-де-Руль неподалеку от улицы Револи где ненасытная Ида незадолго до этого заставила своего любовника снять роскошную квартиру дюма поспешил к матери и у ее постели написал письмо своему верному другу герцогу Орлеанскому здесь у изголовья моей умирающей матери я молю Бога хранить ваших родителей через час в квартиру поднялся лакей и сообщил что принц ожидает его в карете дюма спустился сел в карету и расплакался уткнувшись в колени самого человечного из всех принцев дюма художнику Амари Дювалю моя мать умирает дорогой Амари у меня нет ее портрета рассчитывая на вашу дружбу я прошу вас оказать мне эту последнюю услугу ожидаю вас на улице Фобор Дюроль в доме номер 48 у мадам Лорсе искренне ваш после смерти матери Ида Фарье окончательно забрала дюма в свои руки этот добряк прекраснодушный и слабохарактерный не умел устроить свою жизнь и он охотно позволял руководить собой умной женщине которую не слишком любил но которая зато не стесняла его свободы доказала свою бесплодность и была неплохой актрисой он взял ее с собой в Нуан Джордж Санд и обе женщины очень сблизились хотя каждая из них на свой лад была связана с романтизмом и та и другая оставались трезвыми реалистками Санд считал что Ида на сцене моментами достигала совершенства и восхваляла ее ум Ида Фарье была достаточно мудра чтобы не противиться увлечениям дюма она хотела быть и оставалась первой султаншик который повелитель мог вернуться всякий раз когда разочаровывался в других в награду за это он жил с ней содержал ее по-царски брал с собой во все путешествия и писал для нее роли и слышал слышал я ваш голос дорогой мне драму написать должны вот она он подолгу жил с ней в Италии и в особенности во Флоренции где она сумела завоевать сердца многих итальянских аристократов теперь она была очень толста она не всегда была такой писал Теофей Готье мы помним ее стройной и даже тоненькой но добрый Тео тут же добавляет что Ида Фарье зато в изобилии обладает тем чего не хватает половине парижских женщин вот почему женщины худые считают ее слишком толстой и слишком грузной я должен признаться рискуя прослыть туркам что цветущее здоровье и роскошные формы являются по-моему очаровательным недостатком в женщине в теле всякой женщины есть скелет писал Виктор Гюго но нам нравится когда этот скелет облечен плотью и незаметен пределом мечтаний для чистолюбивой Иды был в то время ангажемент в комедии францесс в обмен на эту услугу Дюма обещал театру две пьесы и 1 октября 1837 года Иду взяли в труппу на амплуа молодой героини для дебюта своей любовницы и ради собственной славы Дюма написал шестиактную трагедию в стихах Каллигула античный сюжет Александрийский стих словом Дюма бросал вызов Россину на его собственной территории пьеса уж одной своей наивностью должна была бы обезоружить критиков политическая и любовная интриги в ней переплетались как и в Марии Тюдор Югу Акила молодой галл соглашается убить развратного императора так как тот обесчестил его невесту для Игоря Дюма создал чисто голубой роль Стеллы ремлинки обращенной в христианство которую похитил и соблазнил Каллигула у нее в полном соответствии с традициями романтической литературы есть свой антипод Мисселина героиня кровожадная и порочная алчущая извращенных наслаждений которая очень похожа на Маргариту Бургундскую и тем не менее Готье рассыпался в похвалах этой нелепой пьесе Каллигула единственное добросовестное поэтическое произведение появившееся в 1837 году написать большую шестиактную драму в стихах представляется мне героическим поступком в наши дни я не хочу сказать что это произведение лишено недостатков но оно безусловно заслужило более благосклонный прием со стороны критики добрый Тео был как всегда слишком добр комедия францесс потратила бешеные деньги на постановку Каллигулы роскошные декорации сменяли одна другую римская улица с видом на форум вилла скопированная с домика фауна в Помпее где Дюма прожил некоторое время чтобы проникнуться местным колоритом терраса дворца Цезаря и наконец три клинии императора Дюма хотел еще чтобы колесницу Цезаря вывозила четверка лошадей лошади на сцене французского театра возмущались актеры Дюма настаивал на своем как говорил старейшина самсон требовать лошадей от нас когда мы из-за нашей классической нищеты сами ели волочим ноги в конце концов автору пришлось уступить декорации едва не разорившие театр вызывали только хохот завсегда ты освистали пьесу большинство актеров откровенно ненавидело свои роли ты мне околигулел сказал Лежье одному актеру нельзя сказать что ей допровалилась но особого успеха она не имела хвалили ее красивое лицо сожалели о толщине и гнусовой дикции одна газета осмелилась назвать ее калипигийской мученицей но вскоре хроникеры прекратили свои издевательства сборы упали и пьеса и пьеса и пьеса за сафиш однако собратья драматурги продолжали обращаться к Дюма как к остоправу считая что только он может спасти хромающее детище Дюма в припадке литературного политанства благородно отвергал их предложение Александр Дюма Арману Дюрантену 29 июня 1837 года судой я сейчас настолько занят моей трагедией калигула которую не позже 15 августа рассчитываю прочесть во французском театре что не могу быть вам полезным в той мере в какой бы мне хотелось но в любом случае судой я не стал бы вашим соавтором я совершенно отказался от такого рода работ которые не изводят искусство до уровня ремесла и кроме того судой приступ добродетели длился недолго дюма помирившись пытаясь объединенными усилиями получить разрешение основать второй французский театр оба были в плохих отношениях с ведущими актерами комедии францесс а также имели основание быть недовольными орелем дюма жаловался герцогу орлеанскому их покровителю на то что у новой литературы нет своего театра поскольку комедия францесс посвятила себя служению мертвецам а порт Сен-Мартен служению глупцам и современное искусство оказалось беспризорным герцог признал что два таких великих драматурга имеют право на собственную сцену и обещал поговорить с Гизо иметь театр это конечно очень хорошо сказал Гюго но нам понадобится директор и он предложил на этот пост театрального критика который не раз выступал в защиту новой школы Антенура Жули Антенур Жули воскликнул дюма да ведь у него не гроша за душой если у него будет разрешение ответил Гюго он найдет деньги в сентябре 1837 года Жули получил разрешение раздобыл немного денег и снял зал в Антенур который стал театром Ренессанс Гюго Гюго должен был написать для открытия новую драму Рюи Блаз что не могло не тревожить дюма Ида подстрекала его требовать уравнения в правах с Гюго и уверяла что тот втайне поддерживал заговор против Каллигулы Жулиетта Друэ надеялась что ей удастся сыграть в Рюи Блазе роль испанской королевы Адель Гюго написала Антенуру Жули чтобы предотвратить этот скандал и директор сдался Ида Фарье плела интриги желая снова отнять роль у бедной Жулиетты но это значило бы нанести ей жесточайшее оскорбление и поэтому роль досталась третьей актрисе Атале Бошен Участие Фредерика Леметро обеспечило пьесе успех Фредерик в восторге от того что на этот раз ему не придется выступать в своем обычном амплуа великолепно сыграл Рюи и давал Гюго ценные советы рекомендуя усилить комическую струю в пьесе В 1838 году настала очередь Дюма и он выступил салхимиком пьесой которую несмотря на все свои филипики против соавторства он написал в содружестве с очаровательным молодым поэтом Жераром де Нервалем Нервалю влюбленному в актрису Женни Колон очень хотелось написать для нее пьесу и он создал вместе с Дюма комедию Пиккило которую подписал один Дюма и главную роль в которой играл Женни после чего соавторы написали алхимика для Иди Ферия затем Лео Бурхарта вышедшего за подписью Дюма появилась пьеса в которой в которой в которой преобладает морская сень и которую художники называют зеленью Веронезе диковинный цветок с расширяющейся чашей расписанной пламеняющим причудливым узором цветок полубабочка полуптичка из которой вместо пестиков торчат хохолки павлина бородки цапли и спирали золотой филиграни стиль пьесы напоминает легкую и быструю инхоть маленьких комедий Мольера он точно стер меток и несется вскач с задорным видом развивая султан по ветру он резко отличается от тяжелого и вялого стиля наших обычных комических опер тщательно отделанные строки напоминают свободный стих амфитриона психеи и интермедий кино удивительная проницательность критика не может не вызвать восхищения приведенное ниже письмо Жерара Денерваля является грустным свидетельством того как сложились финансовые отношения между этими людьми постоянно нуждавшимися в деньгах я глубоко сожалею сударь что могу в столь незначительной мере отблагодарить вас за те услуги которые вы мне оказали но я и сам никак не ожидал что общий доход так сократится я далек от того чтобы жаловаться на моего соавтора Дюма но вероятно он мог бы отдать мне все билеты на Ляо Бурхарта так как в свое время забрал себе все билеты на алхимика это настолько щекотливый вопрос что его почти невозможно поставить даже через третье лицо особенно ввиду того что каждый из авторов обычно считает что он проделал большую часть работы так вот за пить его Дюма по-видимому хотел получить две трети я был с этим не согласен но тем не менее отдал всю рукопись в его полное распоряжение я вернул ему все что был должен за наше путешествие как только получил от вас деньги правда он платил за меня когда мы возвращались из Франкфурта но ведь он получил премию за алхимиков пять тысяч франков кроме того я никогда не упоминал о тех пятистах франках которые я дал ему накануне его отъезда в Италию в возмещение которых он обязался посылать мне статьи для газеты являющейся основной причиной моего нынешнего затруднительного положения и наконец он отлично знает что Лео Бурхарт четыре акта которого написаны им и два мной сценарий мой целиком в своем первом варианте не устраивал театр Ренессанс и мне пришлось его полностью переделать так что в пьесе осталось от силы две сотни строк принадлежащих ему и лишь благодаря этой коренной переработке театр принял пьесу простите мне эти подробности суды но для нас писателей вы являетесь своего рода врачом и мы ничего не можем от вас скрыть прошу вас переговорить с Дюма о моих билетах в том случае если вам покажутся недостаточными те гарантии которые я вас прошу принять но пока я предпочел бы чтобы вы удовлетворились тем что я вам предлагаю потому что если бы не та крайняя нужда в которой я сейчас нахожусь мне никогда и в голову не пришло бы вступить с Дюма в переговоры о наших денежных делах впрочем все эти трудности лишь временные я заканчиваю две пьесы одну для театра ренессанс другую для опера комик обе приняты по черновому наброску и надеюсь что они позволят мне выйти из этих денежных затруднений преданный вам Жерар Лабрюни Денерваль к тому времени когда был написан алхимик Александру Дюма младшему исполнилось 14 лет в 1838 году он перешел из заведения Губо в пансион Энон дом номер 16 улица Курсель который готовил учеников к поступлению в Бургонской коллеж Дюма сын предпочитал школу плавания в поле рояле и юмностический зал на улице Сен-Лазар латыни и математики если не считать браконьерство и бродяжничество то юность сына во многом напоминала юность Дюма отца его свободу тоже никто не стеснял правда Дюма отец не знал страданий вызванных столкновениями покинутой матери с тираническими любовницами Дюма сын не хотел признавать Иду Хорье точно так же как в свое время Бель Крельсамер странная вещь история с Александром сыном Катрины Лябе в точности повторилась с Мари дочерью Бель Крельсамер добрая Марселина де Борд Вальмор была очень взволнована этим я встретила госпожу Саржа Дюма еще более красивую чем всегда она не перестает оплакивать свое несчастье и свою дочь с которой он не позволяет ей видеться непонятный деспотизм в такой жестокости его принуждала Ида по словам Марселины Дюма совершил большую ошибку пожертвовав ради этой эгоистичной женщины госпожой Сарже которая гораздо красивее бесконечно элегантно и обладает золотым сердцем в 1840 году Дюма женился на Эдди Харье он не питал иллюзий на ее счет к чему же тогда ему понадобилось превращать связь которую он изрядно тяготился в постоянный союз рассказывает что однажды Дюма совершил погрешность против этикета взяв Иду на прием к герцогам Орлеанским в надежде что ее не заметят в толпе приглашенных но принц тихо сказал ему я счастлив видеть госпожу Дюма надеюсь вы вскоре представите нам вашу жену в более узком кругу что прозвучало не только как урок хороших манер преподанный в вежливой форме но и как приказание ну рассказ этот представляется нам маловероятным в ель костель утверждает будто Ида скупила векселя Дюма и поставила его перед выбором либо долговая тюрьма либо женитьба актер Рене Люге рассказывает что сам Дюма когда его спрашивали зачем он вступает в брак отвечал дорогой да чтобы отделаться от нее когда оглашение было опубликовано Мелани Вальдор пришла в неописуемую ярость Александр Дюма сын который проводил каникулы у матери остался в самых хороших отношениях с Мелани первой под нажимом двух брошенных любовниц Дюма младший написал Дюма старшему негодующее письмо жених по нему и скрывался в это время в пяти твилет в доме Жака де Манджа богатого подрядчика ассенизационных работ которого Ида называла дорогим благодетелем и который кстати должен был дать за невестой приданное туда-то и отправила Мелани через денщика майора Вальдора возмущенное послание лицеиста протестовавшего против женитьбы своего отца Мелани Вальдор Александру Дюма сыну 15 января 1840 года Вот какой прием мое дорогое дитя встретило твое письмо к отцу Его доставили в пяти твилет через посредника Проникнуть в дом господина Доманжа удалось с большим трудом Причем на звонок вышел один господин Доманж который уверял что твоего отца у него нет и распечатал письмо говоря что иначе не даст расписки в получении Он задал множество вопросов на которые ему не ответили По расписке ты увидишь что завтра он отправится в твой пансион Я пишу тебе на адрес твоей матери Очень боюсь что твое письмо не дойдет до отца приняты все меры для этого Я сама ожидала возвращения деньщика Он ушел часов в десять а вернулся лишь в два Завтра меня не будет дома с одиннадцати до пяти Если захочешь со мной поговорить ты сможешь меня застать утром или вечером Господин Доманж уверял посыльного что твой отец находится на улице Револи Примечание Дюма отец снял на улице Револи в доме номер двадцать два две смежные квартиры Думаю твоей матери следует сходить с тобой к свидетелям и рассеять их заблуждение ведь их уверили что ты с радостью дал согласие на этот брак Может быть так удастся спасти твоего отца Прощай мой дружок нежно тебя целую приходи ко мне в воскресенье если не сможешь раньше если у тебя есть хоть какая-нибудь надежда напиши мне Дима отец ответил Дима сыну письмом которое представляет собой удивительный образчик защитительной речи Не моя твоя в том вина что между нами уже давно не существует отношения отца и сына Ты приходил в мой дом тебя все хорошо принимали и вдруг ты позволил себе неизвестно почему подстрекательству не здороваться с особой к которой я отношусь как к своей жене поскольку живу с ней под одной крышей так как в мои намерения не входит получать от тебя советы даже косвенные этот день естественно положил начало тому положению вещей на которые ты жалуешься и которые к моему великому сожалению длится уже шесть лет но оно может прекратиться в любой день когда ты пожелаешь напиши письмо госпоже Иде попроси ее чтобы она стала для тебя тем же чем она стала для твоей сестры и ты будешь отныне и навеки самым желанным для нас в твоих же интересах чтобы мои отношения с госпожой Идой продолжались ибо за те шесть лет что мы живем вместе у нас не было детей и я твердо уверен в том что их не будет и в дальнейшем так что ты останешься не только моим старшим но и моим единственным сыном больше мне нечего добавить подумай если я женись на другой женщине не на госпоже Иде у меня могут появиться еще 3-4 ребенка с ней же у меня никогда не будет детей я надеюсь что ты будешь руководствоваться тем что тебе подскажет сердце а не соображениями выгоды хотя в данном случае это совпадает от всей души обнимаю тебя брачный контракт был подписан 1 февраля 1840 года в Вилет в присутствии мэтра де Манеша Натариуса Жака де Манже свидетели жениха Виконт де Шатубриан и Франсуа Вильмен министр народного просвещения в кабинете Гизо свидетели невесты граф де Нарбон Лара и Виконт де Бонардиер государственный советник сумма приданого 120 тысяч франков во французской золотой и серебряной монете мемуарист Гюстав Клоден приписывает Шатубриану остроту на наш взгляд вполне вероятную разглядывая корсаж невесты прославленный пер Франции с горечью прошептал намекая одновременно и на французскую монархию и на несколько увядшие прелести госпожи Иды видите судьба преследует меня все что я благословляю гибнет анекдот конечно пикантный но не вымышлен ли он свидетельство Клодена вызывает некоторое недоверие так как в его рассказе две серьезные неточности он упоминает в числе свидетелей Роже де Бувуара а это неверно и утверждает что церковный брак имел место в часовне палаты перов на самом деле венчание состоялось 5 февраля 1840 года в церкви Святого Роха Приходской церкви обоих супругов поселившихся к этому времени в доме номер 22 по улице Револи Шатабриан который был в тот день нездоров послал в церковь своего представителя свидетельство о церковном браке подписали художник Луи Боланже архитектор Шарль Рублен и Жак Дом Манж домовладелец приведем забавные заметки Поля Лакруа библиофила Жакоба о свадьбе Дюма сейчас много говорят о женитьбе нашего друга Александра Дюма не могу ничего добавить помимо того что автор Генриха Третьего и Антони был волен признать пользу и если хотите святость статьи 165 Гражданского кодекса Да и кто может позволить себе порицать или критиковать законный союз если прибегать к стилю катехизиса при заключении которого в качестве свидетелей присутствовали министр народного просвещения и господин Шатабриан Вот два имени воистину достойные украсить брачный контракт любого литератора Вот два имени которые говорят молодой человек заслуженно пользующийся самым шумным успехом на поприще драматургии Вы поэт Вы романист Вы путешественник Чтобы добиться поста министра и попасть в академию Вы должны пройти через позорную капитуляцию в Ковдинском ущелье классического гимнерия Можно смело предсказать что отныне Александру Дюма обеспечен пост бессменного секретаря французской академии и министра народного просвещения Благодаря святости брака санкционированное ее величеством королевой Францией можно достичь всего в этот век владычества золота и цивильного листа О, матемания дворца Итак, господа Вильмэн Шетебриан и Шарль Нодье Мне кажется я оставил этого остроумного представителя французской словесности в книжной лавке Тешенера сопровождали новобрачных в мэрию где и состоялась церемония на этот раз не слишком торжественная однако на неофициальную церемонию в церковь они послали вместо себя других свидетелей Вышеозначенные сменные свидетели были люди с умом и талантом хотя и не принадлежавшие к академической пастве Священник церкви Святого Роха венчавший нашего Александра Дюма приготовил приличествующую случаю речь которую он намеревался представить двору вместе с первым хлебом освященным в его приходе Прославленный автор гения христианства сказал он обращаясь к одному из свидетелей способному художнику колористической школы и вы писатель известный своим правильным и изысканным стилем держащий в своих руках судьбы французской словесности и народного просвещения добавил он адресуясь к другому свидетелю который был просто хорошим архитектором вы господа взяли на себя почетную и благородную задачу оказать покровительство этому молодому неофиту пришедшему к подножию алтаря умолять о священном благословении своего брака и так далее молодой человек напомню вам слова великого епископа Реми обращенные к королю Хлодвигу склони голову гордый сикамбр сожги то чему поклонялся поклонись тому что сжигал пусть отныне из под вашего пера выходят лишь произведения исполненные христианского духа поучительные и евангелические отриньте гибельное волнение театра коварных сирен страсти постыдную суетность дьявола и так далее господин Викон Дешетебриан и господин Вильмен я сожалею что господин Шарль Нодье не смог прийти вы отвечаете перед богами людьми за литературное обращение этого мятежного ересиарха романтизма отныне вы будете крестными отцами его произведений и его детей вот чего я желаю ему мои дорогие брачи во Христе и да будет так почтенный Кюре Святого Руха узнал о своей ошибке уже в резнице когда прочитал подписи свидетелей в приходской книге он говорил потом своей экономке что у него закрались некоторые подозрения относительно этого недоразумения когда он заметил что господин Шатебриан носит бородку в стиле молодая Франция а господин Вильмен желтые перчатки по два франка пятьдесят сантимов утешает его лишь воспоминание о полном обращении Александра Дюма замужество не пошло иди впрок вероятно но оно внушило ей слишком большую уверенность в нерасторжимости брачных уз до нас дошел анекдот хотя возможно и апокрифической о том что она почти сразу же изменила мужу как и следует по традиции с лучшим другом дома Роже де Бувуаром поэтом и драматургом на семь лет моложе ее мужа Бувуар был очарователен ах как он элегантен и эксцентричен писала графиня Даш какие прелестные стихи он писал и какие прелестные давал ужины он сочетал в себе анаклеона и мецената он писал романы и покровительствовал искусством в его приемную каждое утро стекались толпой писатели у которых не было издателя художники которые нуждались в студиях он принимал вставая с постели угощал всех котлетами и шампанским и они уходя говорили что у него безграничное обаяние в те времена у Бувуара было 30 тысяч ливров ежегодной ренты тельбюри грум лошади его повсюду узнавали по великолепной черной шевелюре выразительному лицу и тому шуму который он поднимал он носил золоченые жилеты и халаты он менял туалеты по крайней мере три раза в сутки он расходовал на дню по четыре пары светло-желтых перчаток он не пропускал ни одного спектакля в опере и в антрактах носился между кулисами и зрительным залом чтобы обратить на себя всеобщее внимание и завязать знакомство за вечер он успевал побывать во всех театрах он обедал в кафе Англе кафе де Пари или Роше де Канкаль что не мешало ему еще и приезжать туда ужинать словом он вел головокружительную жизнь никто не мог перед ним устоять как тут было устоять Иде обе Мелани и Вальдор и Сарре трагически отнеслись к законному браку их общего любовника Марселина де Бор Двальмор своему мужу 7 февраля 1840 года Тебе наверное уже сообщили о женитьбе Дюма на толстой мадемуазель Говорят что брачный контракт подписали Шатабриан Нодье Вильмен и Ла Мартин Узнав об этом госпожа Сарре упала в обморок перед его домом Она будет судиться чтобы ей вернули дочь Госпожа Вальдор тоже поспешила туда вне себя от великодушной радости ибо она считала что он берет в жены честную женщину Незадолго до этого она написала ему что наконец вздохнула с облегчением узнав что он порвал эту постыдную связь Представь себе какой эффект должно было произвести это письмо Что касается меня то я ничего не могу к этому добавить Он женился и все тут Женить бы отца бросившего его мать на другой женщине стала для молодого Александра источником новой драмы Глава четвертая Комедии Алхимик потерпел провал Рейблас тоже не имел особого успеха Жанры ставятся так же как и люди Драма организировала Как это не досадно но мы должны признать писал Тэво Фельготье что переживаем сейчас полнейший упадок Фабричные методы проникли повсюду Пьесу теперь изготовляют точно так же как Сюртук Один из соавторов снимает с актера Мирку другой кроит материю третий сметывает куски изучение человеческого сердца стиля языка теперь не ставят ни во что Суавторство в творчестве совершенно немыслимо Представьте себе Прометея перед которым подпиев рукой подбородок сидит суавтор с интересом наблюдая как бунтарь борется со стоклювым коршуном ловко выклевывающим у него сердце и печень и при этом делает на клочке бумаги пометки карандашом конте Дюма на лету схватывавший перемены в настроениях публики решил сменить регистр если вдуматься покажется странным почему этот жизнерадостный человек гораздо чаще писал мрачные драмы чем веселые комедии если он и умел повергать в ужас то еще лучше умел веселить подходя к четвертому десятку он начал пробовать свои силы в пьесах а-ля Морево Готье с присущей ему проницательностью объяснил эту эволюцию таланта комедия чуждо ранней юности которая ко всему относится серьезно и все принимает близко к сердцу если бы господин Дюма стал теперь переделывать Антони Адель Дерве не умерла бы а любовник спокойно представившись ее супругу играл бы с ним векарте чем дольше вы живете тем сильнее вами овладевает смертельная тоска и тут-то вы начинаете писать комедии в 1839 году комедия францесс поставила комедию Дюма Мадемуазель де Белиль Сент-Бёв всегда отрицательно относившийся к драматургии Дюма вдруг стал любезным когда писатель говорил он заблуждается на свой счет когда он занимаясь без должных оснований высокой поэзией счетно пытался казаться более великим чем есть на самом деле всем радостно узнать что он одержал неожиданный блестящий легкий успех и все наконец встало на свои места господин Александр Дюма писатель пользующийся любовью публики и все искренне аплодировали его живой и остроумной комедией хотелось бы чтобы господин Дюма пустил корни где-то между эмпиреями и бульваром не так высоко и не так низко актеры комедии францесс разделяли чувства Сент-Беова вы чудесно пишете комедии говорили они Дюма уж не потому лишь что я всегда писал драмы вы мне это говорите отвечал Дюма мадемуазель де Белиль напоминает потом пьесы Моревое Бомарше которые Дюма старательно читал и которым ловко подражал хотя в ней нет их изящества после стольких преступлений самоубийств и мятежей было приятно очутиться в обществе изысканно дерзких лавеласов в пудреных париках которые умеют без слез и воплей предаваться наслаждениям от восемнадцатого века в пьесах Дюма сохранилось всего три черты любезное его сердцу свобода нравов насмешливое отношение к верным мужьям или женам и гнетущий страх перед бастилией неминуемо ожидающий побежденных вслед за упоением поединка сюжет мадемуазель де Белиль довольно прост зато пикантен герцог решилия самый большой распутник века повелся об заклад с компанией и повес что станет любовником первой же дамы девицы или вдовы которая пройдет по галерее где они находятся и что уже в полночь красавица назначит ему любовное свидание у себя в комнате в этот момент объявляют о приезде маркизы де При любовницы герцога Бурбонского ну это счет не идет господа говорит решилия обкрадывать вас я не намерен в конце галереи появляется мадемуазель де Белиль которая приехала просить фаворитку похлопотать за ее отца заключенного в Бастилии тут же выступает вперед молодой шевалье Дубини и заключает парис решилия через три дня я собираюсь жениться на той которую господина Ишелье хочет сегодня вечером обесчестить я ручаюсь за нее клинки скрещиваются во втором акте маркиза де При взявшая под свое покровительство молодую девушку отправляет ее в своей карете в Бастилию на свидание с отцом сама фаворитка запирается в спальне мадемуазель де Белиль тушит свет и поджидает чересчур предприимчивого герцога на самом деле пишет Сент-Беов невозможно предположить чтобы герцог пробираясь на цыпочках к своей нежной жертве не заподозрил почти сразу же подвоха и не обнаружил своей ошибки я заранее извиняюсь перед читателями но дело тут не в литературе а в физиологии любопытно отметить что мы подошли к такому этапу когда для того чтобы судить о достоверности драматического произведения приходится заниматься случаями касающимися чуть ли не судебной медицины я пропустил этот промах так же поступила и публика в театре публика принимает на веру все особенно невероятное она охотно допускает что решилье проведя ночь с мадам Депри думает будто он обесчистил девушку и вот герцог с твердой уверенностью в своей правоте посылает добини записку в которой сообщают что выиграл пари до сих пор мы находились в атмосфере комедии Марио или даже Кребельона но нельзя забывать что мы имеем дело с нашим Дюма большим любителем нагнетать страсти с нашим Дюма который больше всего на свете любит драматические ситуации и которые в глубине души разделяет здоровую мораль народа по правде говоря он за свою жизнь лишил невинности не одну девицу но со сцены он полицает порог и начиная с твечего акта комическая в пьесе шествует бок о бок с патетическим такова сцена объяснения Шевалье Дубеньи с его нареченной когда он по прежнему любя ее обвиняет ее в неверности а она не может оправдаться потому что торжественно поклялась никому не выдать тайны своего посещения Бастилии и следовательно не может сказать где она провела ночь такова и сцена между Габриэль Дебелиль и герцогом Ришелье когда герцог уверенный что говорит с соучастницей фотофски вспоминает подробности прошлой ночи и этим окончательно убеждает Дубеньи в справедливости его подозрений Габриэль в отчаянии восклицает о боже боже жаль с радо мной пори превращается в пытку с этого момента и до последней сцены комедия вдруг становится драмой наподобие тех что ставились в порт Сен-Мартен но в финале пьеса вновь оборачивается комедией и веселая развязка кажется тем более приятной что она совершенно неожиданна герцог герцог решилие которому маркиза открывает глаза приходит вовремя и выводит всех из заблуждения Дубеньи под занавес торжественно представляет мадемуазель Дебелель моя жена герцог решилие мой лучший друг Сен-Мартен язвительно заметил что герцог должно быть улыбнулся услышав во время венчания что ему выдает патент название лучшего друга может быть в пьесе следовало бы добавить еще один чисто комический акт под заглавием два года спустя Роже де Бувуар оказался бы в этом случае незаменимым соавтором но и в таком виде комедия имела бешеный успех она была последним триумфом мадемуазель Марс которая в 60 лет сыграла Габриэль трогательно как и подобает инженю молодость в театре всегда вопрос условности Фермен который был первым другом Дюма в комедии францесс исполнял роль герцога Ришелье с чисто аристократической заносчивостью словом прелестный спектакль Дюма ободренный успехом захотел повторить себя в 1841 году он отдал театру пьесу брак при Людовике 15 написанную как он сам признавался на довольно избитый сюжет который однако можно было омолодить остроумными деталями это старая история о двух супругах поженившихся по воле родителей и расставшихся по обоюдному согласию но потом они признают свою ошибку и покидают он любовницу она поклонника которых они каким казалось любили и сходятся вновь на этот раз по взаимной склонности комедия воспитанницы Сенсирского дома 1843 год была встречена менее благосклонна она как и все пьесы выходящие из-под пера этого автора писал Сент-Бёв Юсту Оливье довольно жива увлекательно и не лишена занятности но ее портит незавершенность небрежность и вульгарность ну посудите сами станет ли воспитанница госпожи Ментенон разговаривать как Лоретка с улицы Гельдер Читая Дюма все время восклицаешь какая жалость Теперь я начинаю думать что мы ошибались на его счет он из тех натур которые никогда не достигли бы подлинных высот и вообще не способны к серьезному искусству нам кажется что он разбрасывается и не реализует своих возможностей тогда как на самом деле он как раз пускает их в ход и выигрывает еще и на том что заставляет публику думать будто он мог бы создать нечто лучшее тогда как на самом деле он на это совершенно не способен Жюль Жанен яростно напал на пьесу если это убожество будет и впредь продолжаться придется закрыть французский театр перед премьерой только и разговоров было ах вы увидите как это интересно ах вы услышите сколько шума из ничего Дюма рассердился и так как от природы был добр ответил неловко мстительность была ему не к лицу желая быть злым он оказался просто нудным припоминая давно забытые истории которые не имели никакого отношения к делу в своем ответе он воскрешал те времена когда Жанен жил на улице мадам в одном доме с мадемуазель Жорж и Арелем и был третьим членом этого семейства нисколько не нарушавшим однако согласия достойной четы выпад несомненно дурного вкуса одной из причин излишней суровости Жанена было то что Дюма изо всех сил старался проникнуть во французскую академию избрание Гюго подало надежды всем романтикам Гюго и сам расценивал это именно так академии как и все остальное будут принадлежать новому поколению а в ожидании этого времени я буду той живой брешью через которую туда уже сегодня входят новые идеи а завтра войдут новые люди какие люди Гюго как человек великодушный думал о Виньи о Дюма о Бальзаке и даже о своем враге Сент-Беве Дюма же думал только о Дюма в 1839 году после успеха мадемуазель де Белиль он написал Франсуа Белозу директору Ревю де Дюмонт поговорите обо мне в Ревю в связи с выборами в академию и выразите пожалуйста удивление как это могло получиться что я не представил свою кандидатуру особенно если учесть что Ансело представил и 15 февраля 1841 года замолвите за меня словечко в вашем журнале перед выборами в академию меня нет в списке кандидатов но я уверен что все этому удивляются после избрания гюго дюмонт воззвал к своему старому другу надье который сам уже давно был членом академии как вы думаете есть ли у меня сейчас какие-нибудь шансы пройти в академию гюго уже прошел а ведь почти все его друзья являются и моими друзьями если вам кажется что ситуация благоприятная поднимитесь на академическую трибуну и от моего имени расскажите вашим достопочтенным собратьям как велико мое желание занять место среди них одним словом скажите им все хорошее что вы обо мне думаете и даже то чего вы не думаете однако дюма никогда не удастся проникнуть в эту дверь так же как и бальзаку но бальзак умер молодым дюма же хоть и дожил до 68 лет так и не смог добиться избрания значит слава может служить препятствием с гневом спрашивала дельфина де жерарден почему людям прославленным так трудно добиться избрания в академию значит заслужить признание публики это преступление бальзак и александр дюма пишут по 15 18 томов в год этого им не могут простить но ведь это великолепные романы это не оправдание все равно их слишком много но они пользуются бешеным успехом тем хуже вот пусть напишут один единственный тоненький посредственный романчик который никто не будет читать тогда мы еще подумаем оказывается излишек багажа является препятствием в академии такие же правила как и в саду Тюэльви туда не пропускают тех у кого слишком большие свертки на самом деле академиков испугал отнюдь не огромный литературный багаж дюма ведь избрали же они Гюго который тоже был очень плодовитым автором они просто боялись скандалов а Дюма этот типичный представитель богемы мог конечно попасть в любую переделку двое незаконно рожденных детей строптивые любовницы огромные долги если он израбатывал большие деньги то тратил еще больше я никогда и никому не отказывал в деньгах за исключением моих кредиторов говорил он однажды когда у него попросили 20 франков на похороны судебного исполнителя умершего в бедности он ответил вот 40 франков похороните двух исполнителей это конечно была всего лишь шутка но в официальных местах таких шуток не любят дюма очарователен говорили о нем но его нельзя принимать всерьез во франции если человек не носит голову будто чашу со святым причастием его считают весельчаком но не уважают людям скучным всегда отдают предпочтение глава пятая глудный отец с тех пор как дюма женился на иде отношения его с сыном никак не могли наладиться любовь отца к сыну оставалась неизменной но неглубокой у сына привязанность к отцу подрывали приступы дурного настроения невозможно было не любить его и не восхищаться им таким веселым товарищем но прошло немало времени прежде чем сын привык к сумасбродным выходкам отца завершив без особого блеска свое образование дюма сын пытался время от времени жить в доме отца там он видел не слишком положительный пример мой сын торжественно говорил отец если имеешь честь носить фамилию дюма приходится жить на широкую ногу обедать в кафе де пари и ни в чем себе не отказывать ни один юноша как бы добродетелен он ни был по природе и воспитанию не может устоять перед соблазнами позже дюма сын напишет я вел эту жизнь не столько по склонности сколько по инертности характера полений и исподражания и еще мне не доставляли радости легкие удовольствия я чаще наблюдал кутежи чем участвовал в них сам все посмеивались над несколько скабрезной дружбой отца и сына которые вместе бегали в поисках приключений брали друг друга в поверенное своих любовных дел платили из общего кошелька и тратили деньги не считая кое-кто порицал отца за то что он отдавал сыну не только свои старые башмаки но и своих любовниц что касается дюма сына то он некоторое время участвовал в той роскошной полной развлечений жизни которую вели в отцовском доме хотя и не одобрял ее к 18 годам я с головой окунулся в то что я назвал бы паганизмом современной жизни разумеется жил я отнюдь не как святой если только не считать блаженного Августина в ранней юности он нередко посещал девиц легкого поведения которых в те времена было множество и все они были весьма привлекательны в 18 лет у него был первый роман с замужней женщиной в письме к майору Ривьеру от 11 апреля 1871 года он вспоминает это счастливое время представьте себе это пришло мне в голову когда я ставил дату на письме что сегодня в тот самый миг когда я вам пишу а именно в половине третьего исполнилось ровно 28 лет с тех пор как прекрасная мадам Продье послужившая мне моделью для мадам Клемонсо впервые пришла ко мне помню на ней было платье из белого шелка расшитое букетами цветов такой же шарф и шляпка из рисовой соломки мне было в ту пору 18 лет я только что окончил коллеж впервые порог моей холостяцкой квартирки переступила что называется светская женщина представьте себе эту сцену она была замечательно хороша золотые волосы сапфировые глаза жемчужные зубки розовые пальчики тоненькие хрупкие маленький букет цветов за корсажем должен сказать она не теряла времени даром черт побери хотелось бы мне вновь пережить этот день холостяцкая квартира элегантные любовницы обеды в кафе англе такая жизнь стоит недешево и дюма сын тоже завел долги когда это начало его тревожить отец которому очень хотелось поставить себе на службу расцветающий талант Александра второго сказал работай и ты сможешь расплатиться почему бы тебе не сотрудничать со мной уверяю тебя это очень просто надо только во всем полагаться на меня но у Александра второго были другие планы встать на буксир к отцу и идти по фосфорицирующему следу этого могучего корабля нет его не устраивала такая судьба свидетель блестящих триумфов своего отца он жаждал завоевать славу самостоятельно он не знал еще о чем он будет писать и будет ли писать вообще ведь успеха можно добиться и в других областях но он уже был блестящим и остроумным собеседником и отцу гордившемуся своим талантливым сыном очень нравилось цитировать его словечки прослушав чтение Шарлотты Корде Понсара Александр Второй сказал так дух он испустил о небо месть ужасна ему не повезло он в ванну влез напрасно Александр Первый пришел в восторг от этого школярского двустишия сыну уже и тогда не хватало простоты отца и его легкости в обращении с людьми послушайте мой милый сказал ему как-то старый друг их дома я обращаюсь на ты к автору Антони а вам говорю вы это же смешно давно пора это исправить в самом деле ответил молодой Дюма вам давно пора говорить папе вы время от времени между мужчинами разгорались ссоры из-за Иды Ида которой удалось завоевать расположение своей падчерицы Мари тщетно пыталась приручить своего пасынка Дюма отец вступался за супругу Дюма отец Дюма сыну ты ошибаешься мой друг потому что я добился а вернее сказать потребовал гораздо большего мадам Дюма напишет тебе и пригласит прийти к нам когда у нас будут мои друзья таким образом ты войдешь в мой настоящий дом коим являются мои друзья что вознаградит меня за твое долгое отсутствие и поможет наладить дела в будущем целую тебя увижу ли я тебя сегодня вечером он давал ему советы по поводу его карьеры мой дорогой мальчик твое письмо слегка успокоило меня в отношении финансовом и моральном но оно нисколько не успокоило меня в отношении твоего будущего ты сам выбрал себе будущее в области умственного труда однако ни одно место не может отвечать тем потребностям которые у тебя перешли в привычки по моей вине столько же сколько и по твоей любую славу можно перевести на деньги но деньги приходят к нам лишь следом за славой неужели ты думаешь что ложа спать на заре и вставая в два-три часа дня отягощенной вчерашними неприятностями и исполненной тревоги за завтрашний день неужели ты думаешь что при такой жизни у тебя останется время для размышлений и ты сможешь создать что-либо путное дело не в том чтобы просто что-то делать а в том чтобы делать хорошо дело не в том чтобы ты имел деньги а в том чтобы ты их зарабатывал поработай год два три потом когда у тебя будет почва под ногами делай что хочешь и как хочешь в 1844 году Александр второй который не мог дольше мириться с госпожой Дюма попросил отца дать ему деньги на путешествие сначала отец воспротивился ему нравилось общество красивого и блестящего юноши он пытался отговорить его от этой затеи мой друг я отвечаю тебе как ты и просил письмом и при том длинным ты знаешь что мадам Дюма является моей женой лишь формально тогда как ты мой настоящий сын и не только мой сын но и почти единственное мое счастье и утешение ты хочешь поехать в Италию или в Испанию я уже не говорю о том что с твоей стороны будет черной неблагодарностью бросить меня одного среди людей которых я не люблю и с которыми меня связывают лишь светские отношения да и что ждет тебя в Италии или в Африке если тебе просто хочется путешествовать это еще куда не шло и все же мне представляется что ты бы мог подождать пока нам не удастся поехать вместе у тебя в Париже говоришь ты глупая и унизительное положение в чем в чем спрашиваю я тебя ты мой единственный друг нас так часто видят вместе что наши два имени перестали разделять если тебя где-нибудь и ждет будущее то конечно в Париже работай серьезно пиши и через несколько лет ты будешь получать ежегодно тысяч десять франков не вижу в этом ничего глупого и унизительного впрочем ты сам знаешь что ради счастья тех кто меня окружает и ради благополучия тех за кого я несу ответственность перед Богом я привык обрекать себя на любые лишения и что я готов поступить так как ты пожелаешь ведь если ты будешь несчастен ты в один прекрасный день обвинишь меня в том что я помешал тебе последовать твоему призванию и решишь что я принес тебя в жертву эгоизму отцовской любви единственной и последней любви которая мне осталась и которую ты обманешь так же как это делали до тебя другие может быть тебе приглянется другая перспектива хочешь получить место в одной из парижских библиотек место которое сделало бы тебя почти независимым но по размысли хватит ли у тебя привыкшего быть тебе хозяином выдержки посвящать каждый день четыре часа службе короче пойми одно разрыв мой с мадам дюма может быть лишь разрывом духовным ибо супружеские раздоры заинтересовали бы публику что было бы для меня очень неприятно а следовательно просто исключено и кроме того я нахожу очень непорядочным и несправедливым когда ты которому принадлежит вся моя любовь и нежность говоришь выбирай между мной и той которая не располагает твоей привязанностью распоряжается твоими деньгами ты не прав когда не хочешь поговорить обо всем этом лично буду ждать тебя до трех часов теперь ты видишь что я всецело принадлежу тебе тогда как ты мне лишь отчасти но так как Александр продолжал настаивать на отъезде отец послал его на некоторое время в Марсель где у него было много друзей там была очень приятная литературная сведа поэт Жозефа Тран родом из старой марсельской семьи взбалмошный и эксцентричный Жозеф Мэри библиотекарь и писатель и некая леди Сюзанна Грейг уроженка острова Мальта в доме которой на улице Сен-Ферреоль собирался салон молодой Дюма одержал в Марселе лесные победы отран посвятил ему следующую эпистолу я помню твой приезд о юноша поэт ты нам назвал себя и словно вспыхнул свет при имени твоем раскрылись наши двери мы восхищенные своим глазам не веря смотрели на тебя ты покорил сердца неспосланный нам друг был копией отца казалось он став юным к нам явился мы видели глаза в которых ум искрился и голос был его и речь как будто он всем существом своим в тебе был отражен и кто из нас тогда не доказал на деле увидев копию столь верную модели что восхищением преисполнен он к тому что блеск такой предал творению своему дюма отец пекся о своем творении издалека посылал ему деньги что является основной задачей даже блудных отцов и предлагал различные возможности их зарабатывать отца попросили написать небольшую книгу о Версале почему бы сыну не заняться этим делом он пошлет ему все необходимые книги справки план работы но это поручение скучное и незначительное не могло заинтересовать молодого чистолюбца который пописывал стишки работал над романом и ухаживал за красивой актрисой прибывшей в Марсель на гастроли когда гастроли кончились он последовал за ней в Париж и написал оттуда Мэри сообщая о конце этого приключения письмо это стоит привезти оно характеризует юношу Александр Дюмасин Жозефу Мэри 18 октября 1844 года Мой милый и добрый Мэри Ваше окно сейчас должно быть распахнуто а мое закрыто но зато у меня в камине разведен огонь за отсутствием Фебова огня как сказал бы наш друг Делиль Я по уши увяз в Людовике 15 как сказали бы вы и последние две недели предавался меланхолии помните ли вы тот день когда я уезжал в Леон откуда я вернулся получив еще один солнечный удар и утеряв еще один предмет своей страсти когда я рассказал вам о своих приключениях вы заверили меня что я поступил мудро и что вы на моем месте не проявили бы такой силы воли ну так вот мой милый то что я недавно сделал еще похлеще недавно отец подал мне здравый совет расстаться с той за которой я помчался в Париж но так как у меня не было для этого никакого повода я был в затруднении наконец настал день когда та молодая и привлекательная особа которая была столь любезна ко мне в вашем прекрасном городе произнесла следующие памятные слова боюсь как бы моя связь с тобой не поссорила меня с твоим отцом и не помешала бы моей карьере хочу этого или нет я неизбежно трачу гораздо больше денег чем ты можешь мне давать даже если бы ради этого ты стеснял тебя кончим на этом однако уверяю тебя ты ни в чем не можешь меня упрекнуть я поймал ее на слове и две недели носу к ней не казал на другой же день она начала преследовать меня бегала ко всем моим друзьям подсылала их ко мне и шла на всевозможные уступки я не отвечал но оставшись один плакал горючими слезами наконец мы успокоились в прошлое воскресенье она пришла и застала меня дома она дала мне понять что хотя она и живет с другим человеком которого считает своим мужем и который ей нужен лишь для денег она была бы счастлива не порывать прежних отношений и со своими марсельскими друзьями тогда я взял ее руки в свои почтительно их поцеловал и дал ей совет не посещать меня слишком часто потому что она будет только зря себя компрометировать я по-братски проводил ее до двери невзирая на слезинки блиставшие в ее огромных голубых глазах этих звездах освещающих небосклон жимнаст и поверьте ни один брат и сестра не были столь целомодренны как мы в прошлый четверг она снова приходила но к счастью я был на скачках такова последняя новость друг мой я должен был рассказать вам о них потому что вся эта история началась у вас на глазах но теперь я уже не слишком горюю я работаю чувствую себя хорошо и вспоминая о Марселе а это случается нередко думаю гораздо чаще о доме на музейной улице чем о доме на улице для полю я все я все признаю с временами сердце у меня сжимается ведь вы помните как необычно и мило начался этот роман ну вот я вижу как вы улыбаетесь читая эти строки вы говорите себе все это я уже пережил я хорошо знаю чем все это кончается и вы будете правы потому что я и сам тоже знал об этом ведь я не раз говорил с вами о начале этого романа и никогда о его будущем да у нас большие новости мой милый и добрый друг дом дюма на пороге краха супруги вот-вот разойдутся как Авраам и Агарь хотя причиной тому будет отнюдь не бесплодие я полагаю что вскоре вы увидите как некая толстая особа проследует через Марсель направляя стопы своей в Италию чтобы обосноваться там навечно все это меня радует что касается нас то мы в следующем году собираемся поехать в Китай и по дороге прихватим с собой Мэри вот вам наши новости и наши планы дюма сын не без сценизма говорит о женщине недавно им любимой и хотя юноша еще способен расчувствоваться и пролить несколько слезинок укротитель уже начинает размахивать хлыстом че что дюма и впрямь постиг крах вот уже несколько лет как Ида завоевала во Флоренции сердце знатного итальянца Эдуарда Алято двенадцатого двенадцатого князя Виллафранка герцога Салапорудского испанского гранда первого класса князя монреальского герцога Сапанарского маркиза Санта-Лючей барона Мастерского сеньора Мирии Манджавакки Виагранде и других мест Годской альманах а он не шутит с подлинностью титулов помещает Эдуарда в Дангене Санта-Лючей Гнязь Священной Империи и граф Палатинской он имел в теории конечно наследственное право чеканить монету Виллафранка единственный наследник стольких ленов выполнил свой долг дворянина женился молодым и сделал единственного сына нареченного при крещении Джузеппе Франческо Паоло Гаспар Бальтазар после чего он оставил жену и ребенка в Палермо а сам переселился на полуостров где и жил то время то во Флоренции с госпожой Дюма она была на семь лет старше своего любовника и на десять лет старше покинутой им княгини но она была из тех женщин которые умея завоевать любовь и мужчины умеют и удерживать ее актриса наделенная всеми соблазнами парижанки она была далеко не глупа ее здравый смысл пленил сицилийца начиная с 1840 года она каждый год проводила по несколько месяцев во Флоренции туда к ней часто приезжал и Дюма которого этот дележ нисколько не тревожил а затем она возвращалась в Париж где с присущей ей грацией правила домом маркиза де ля паэтри Мой дорогой поэт как решится предложить обыкновенную чашку чаю вам питающемуся поцелуями олеандровых лепестков и все же если вы захотите на мгновение спуститься с синих небес вашей прекрасной Испании вы застанете нас в среду дома в обществе нескольких более или менее остроумных друзей и мы по возможности попытаемся не скучать ваш друг примечание Теофиль Готьет только что опубликовал книгу путешествия по Испании через горы между Идой и Дюма сыном продолжалась отчаянная борьба за власть над Дюма отцом Когда молодой Александр был в Марселе его двоюродный брат Альфред Летелье сын Александрины Эмме служивший секретарем у Дюма отца вызвал его в Париж Твое «Теперь решили полюбовно разойтись. Ида хотела жить со своим князем. Дюма, которому она изрядно надоела, был рад с ней расстаться. В контракте, заключенном 15 октября 1844 года, он обещал ей ежегодную ренту в 12 тысяч франков золотом плюс 3 тысячи франков на карету. Он даже предложил купить у нее спальный гарнитур лимонного дерева за фантастическую сумму в 9 тысяч франков. На бумаге щедрость Дюма производит внушительное впечатление. Но чем он рисковал? Ведь ему ничего не стоило раздавать несуществующие ренты и устанавливать пенсии на доходы с несуществующего капитала. Ида лучше, чем кто бы то ни было знала, что ей никогда не получить назад своего приданого 120 тысяч франков золота. Значит, надежды были только на Вилла Франко. Разрыв фактический, за которым не последовало никаких формальностей. Дюма повел себя рыцарски по отношению к женщине, носившей его имя. Когда Ида уезжала в Италию, он дал ей письмо к французскому послу. Письмо очень теплое, из которого никак нельзя было понять, даже читая между строк, что путешествие это означает окончательный разрыв и что прославленное семейство распалось. Маркиз Делепаитри, вполне равнодушный к Иде, но отнюдь неравнодушный к аристократии, решил, что его маркиза нашла ему воистину достойного преемника. Он и в самом деле был рад вновь обрести свободу. Хотя Ида и не ревновала его, все же она по праву занимала супружеский дом и мешала поселить там очередную временщицу. Дюма представлял себе счастье так. Уединенная комната, работа по 10-12 часов в сутки за простым некрашенным столом, огромная типа голубой бумаги. Женщина, молодая и пылкая в любви. Сын и дочь, которых он любил бы от всего сердца, с которыми бы обращался по-товарищески и которые никогда не считали бы ему морали. Веселые друзья, которые опустошали бы его кошелек, объедали бы его, опивали и платили бы за все остротами. И ко всему этому театральная суета, запойное чтение и клокотание непрерывно рождающихся грандиозных сюжетов. Короче говоря, он обожал независимость, силу, веселье и ничего на свете не боялся, кроме скучных людей, плаксивых любовниц и кредиторов. Но нарисованная нами картина была бы неверной, если бы мы не отметили, что за этим роскошным и безалаберным существованием таилось желание служить униженным и оскорбленным. Желание, которое ему так и не удалось воплотить в жизнь и которое он отныне будет удовлетворять в своих романах. Часть пятая От трех мушкетеров до дамы с камелиями Глава первая В которой драматург становится романистом Никто так не чувствовал театр, как он Это видно по всем его романам Арсен Гуссе Первую половину жизни Дюма критика и публика считали его прирожденным драматургом и тут они нисколько не ошибались. Правда, наряду с драмами он писал такие эссе, как Галлия и Франция, путевые записки, романы. Но в каком бы жанре он не работал, всегда сказывалось его врожденное умение строить напряженное действие, которое и делает драматургом. Да и кроме того, он в это время еще не приступил к осуществлению своего грандиозного замысла — воскресить историю Франции в серии романов, которые гораздо больше, чем драмы, будут способствовать его славе. Литературные жанры рождаются от союза гения и обстоятельств. Дюма был в своем роде гениален. Он обладал вдохновением и чувством драматического. Обстоятельства довершили остальное. Первым из этих обстоятельств было возрождение исторического романа. Романы, в которых наряду с вымышленными героями действуют известные исторические персонажи, писали еще до Вальтера Скотта. Пример тому, принцесса Клевская. Скотт первым сумел воссоздать эпоху и среду. Бальзак, Юго, Виньи и Дюма были его восторженными почитателями. Почему? Потому что он отвечал потребностям своего времени, лишенного эффектных развязок эпохи империи и изголодавшегося по всему необычному. Кто-то сказал, что воображение молодых людей 1820-х годов напоминало пустой дворец, на стенах которого висят портреты их славных предков. Дворцу надо было придать жилой вид. И так как современная мебель для этого не годилась, писателям пришлось прибегнуть к тому гигантскому мебельному складу, что зовется историей. Но история о скучном пересказе может стать мрачным кладбищем. Фантазия Вальтера Скотта сделала ее живой и красочной. Даже историки и те относились к нему с почтением. «Я считаю Скотта», — говорил Алгюстен Тьерри, — «непревзойденным мастером, умеющим, как никто, передать исторический колорит». Молодые французские писатели шли по стопам Вальтера Скотта. Альфред де Виньи написал «Сен Мара», «Гюго», «Собор Парижской Богоматери», «Бальзак», «Шуанов», «Мериме», «Хронику времен Карла IX». Эти книги имели большой успех у немногих избранных. Но только «Гюго» удалось завоевать широкую публику. А между тем публика также была готова читать исторические романы, как до этого ходить на исторические драмы. И объясняется это одними и теми же причинами. Людям, которые делали историю и были свидетелями грандиозных переворотов, хотелось заглянуть за кулисы этого столь недавнего прошлого. Но чтобы заинтересовать толпу жизнью королей и королев, фаворитов и министров, надо было показать ей, что под придворными нарядами таятся те же страсти, что и у простых смертных. В этом Дюма не имел себе равных. Он не был ни эрудитом, ни исследователем. Он любил историю, но не уважал ее. «Что такое история?» — говорил он. «Это гвоздь, на которой я вешаю свои романы». Дюма мял ебкий клево. Он считал, что с ней можно позволить любые вольности при условии, если сделаешь ей ребенка. А так как он был смел и чувствовал себя на это способным, он не был склонен выслушивать мелочные признания по учению и попреки этой несколько педантичной и болтливой музы. Он знал, что как историка его никогда не будут принимать всерьез. Только неудобо читаемые истории имеют успех. Они похожи на обеды, которые трудно переварить. Обеды, которые перевариваешь легко, забываешь на следующий день. Он не обладал терпением, необходимым для того, чтобы стать эрудитом. Ему всегда хотелось свести исследование к минимуму. Он испытывал необходимость в сырье, переработав которое, он мог бы проявить свой редкий дар вдыхать жизнь в любое произведение. «Счастливый случай» — свел Дюма с любителем и знатоком мемуарной литературы. Талант сочинителя оплодотворился более скромной, но весьма драгоценной страстью к прошлому. Как мы помним, очаровательный Жерар де Нерваль стал одним из постоянных сотрудников Дюма. Так вот, у Нерваля был друг, преподаватель Оргюст Маке. Сын богатого фабриканта, этот элегантный молодой человек с мушкетерскими усиками, был страстно влюблен в литературу. В 1833-го года Маке, тогда еще 20-летний юноша, входил в маленькую группу смельчаков, боровшихся с классицизмом. Там он встречал, кроме Нерваля, Теофиля Гутье, Петрюса Борреля, Арсена Гуссе и художника Селестена Нантейля. В этом кружке Маке, находивший свое имя недостаточно романтичным, велел называть себя Огастесом Маккитом. Он преподавал историю в лице Карла Великого, но не любил своей профессии и мечтал с ней расстаться. В 1836-м году он поступил в Фигаро и стал пробовать свои силы в драматургии. Он предложил Антенуру Жолей, директору театра «Ренессанс», драму «Карнавальный вечер», которую тот отверг. «Не дурно написано, но для театра не годится», — сказал Жолей. «Высшим жрецам театра» доставляло жестокое наслаждение закрывать непосвященным доступ в святилище. Жерар Денерваль предложил показать Халеку Дюма, прославленному Костоправу, спасшему немало хромающих пьес. Диагноз был таков. Полтора акта очень хороши, полтора акта нуждаются в переделке. У Дюма нет на это времени, потому что он должен в ближайшие две недели закончить алхимика. Но если друг был настойчив, Дюма всегда находил время и успевал сделать все. Жерар Денерваль, Огюсту Маке, 29 ноября 1838 года. «Дорогой друг, Дюма переписал всю пьесу, соответствующий с твоим замыслом, конечно. Твое имя будет упомянуто, пьеса принята, она нравится всем без исключения и будет поставлена. Вот и все. Простяй. Завтра я встречусь с тобой и представлю тебя, Дюма». Вот так Огюст Маке в 25 лет поставил трехактную пьесу и свел знакомство с архизнаменитостью. Драма получила новое название «Батильда». Премьера состоялась 14 января 1839 года. Маке в восторге от такого дебюта на следующий год принес Дюма набросок романа «Добряк Бюва» историю Саламара, испанского посла, затеявшего заговор против регента и высланного за границу, рассказанную безвестным писцом «Добряком Бюва», замешанным в события, смысла которых он не понимал. Дюма эта история понравилась. Он и сам обращался к этой эпохе в своих комедиях. Он знал ее нравы и стиль. Он предложил Маке переработать роман и удлинить его. В это время в игру вступает новая сила, которая создает благоприятную конъюнктуру для появления романов с продолжениями. Вот уже несколько лет две газеты «Ля Пресс» Эмиля Жерардена и «Ля Сьекль» Ледрю Ролена прилагали огромные усилия, чтобы расширить круг своих читателей. Годовая подписка стоила всего 40 франков, поэтому в подписчиках и объявлениях не испытывалась недостатка. Но подписчиков надо было не только завоевать, но и удержать. Лучше всего этого можно было достичь публикацией захватывающего романа Фильеттона, то есть романа, печатающегося подвалами из номера в номер. Формула продолжения в следующем номере, которую изобрел в 1829 году доктор Верон для Ревю де Пари, стала могучей движущей силой журналистики. В глазах директоров газет самым выдающим сописателем был тот, чьи романы привлекали наибольшее число читателей. Самые талантливые писатели могли оказаться непригодными для жанра романа-филизации. Фильеттона Бальзак, постоянно нуждавшийся в деньгах, не желал ничего лучшего, как поставлять подобные романы. Как только он почует туго набитую мошну, говорили его недоброжелатели, он не может сдвинуться с места, будто завороженный, и готов часами караулить ее, словно кошка-мышку. Но издатели колебались. Бальзак казался им трудным автором. Длинные описания местодействия, которыми начинали с его романы, отпугивали читателей. По мнению издателей, техникой этого жанра в совершенстве овладели Эжен Сю, Александр Дюма и Фредерик Сулье. «Будь я Луи Филиппом», говорил Мэри, «я пожаловал бы Ленту Дюма и Жен Усю и Сулье с условием, что они вечно будут продолжать мушкетеров, парижские тайны и записки дьяволов. И тогда бы мы навсегда покончили с революциями». «Ля Пресс», писал Сент-Бюр, впустилась в дерзкую спекуляцию. Она скупила всех писателей, которые сейчас есть на книжном рынке. Она не стоит за ценой и приобретает все про запас. Она поступает, как те богатые промышленники, которые, желая стать хозяевами рынка, скупают все масло и зерно, чтобы затем продавать в розницу мелочным торговцам. Если, например, вы владельцы маленькой газеты, газеты не такой богатой, как «Ля Пресс», захотите дать вашим подписчикам произведение Александра Дюма, «Ля Пресс» вам его переуступит. Ведь она скупила все, что Александра Дюма может написать или подписать на 12-15 лет вперед. У нее есть гораздо больше того, что она может использовать, но отныне только у нее и на ее условиях вы сможете приобрести желаемое. «Ля Пресс» объявляет, что она будет публиковать дневник с острова святой Елены генерала Монталона в переработанном варианте. Объявляет она также и то, что к этому произведению приложит руку сам Александр Дюма, чтобы придать больше достоверности воспоминаниям достопочтенного генерала. А ведь не далее, как вчера пишет «Ля Глоб». «Ля Пресс» восторгалась стилем генерала. Что за комедия? Виданное ли дело издеваться над публикой с таким опломбом? Но если не принимать во внимание всех этих мелких и неизбежных посредников, можно сказать, что отныне Наполеон станет одним из трех главных авторов «Ля Пресс». В этом объявлении «Ля Пресс» не скупится на самые лестные похвалы в свой адрес. Александра Дюма там сравнивают и ставят в один ряд и с Вальтером Скоттом, и с Рафаэлем одновременно. Дюма размышлял о мастерстве гораздо больше, чем принято считать. Он тщательнейшим образом изучал приемы Вальтера Скотта. Он начинал романы с подробнейших описаний действующих лиц, чтобы, встретив их впоследствии, читатель мог сразу узнать в них старых знакомых. Но в романе Фильеттоне, который должен с первых же строк увлечь читателя, автор не имеет права начинать с длин нот, и Дюма, наметив несколькими яркими мазками действующих лиц, тот же переходил к действию, диалогу. Его талант драматурга находил таким образом полное применение. Специфика жанра требовала обрывать каждую главу на самом интересном месте, чтобы держать читателя в напряжении. Дюма издавна овладел трудным искусством блестящих концовок. В 1838 году капитан Поль роман с захватывающей интригой, написанный в подражании пирату Финемора Купера, за три недели принес Лесиекль больше пяти тысяч новых подписчиков. После этого Дюма стал кумиром всех директоров. Продолжение следует...